Всем привет, это подкаст UwebDesign, сегодня 21 марта 2016 года, выпуск номер 75. Всем привет, а это уже не тест? Это уже не тест, это мы уже пишем, и время 20 минут 11 по-челябинскому. У нас есть для вас несколько громких тем. Мифы UX. Прожить год без jQuery. 11 неизвестных фич WordPress. Погнали. Погнали. Ну, на самом деле, еще хочется, конечно, сказать, что про умброфилов у нас будет главная тема. Ну, сохраним интригу до конца подкаста. Не, подожди, давай сейчас, как бы скажем, для хостинга филов что-нибудь. Для хостинга филов у нас всегда есть что предложить в нашем подкасте, поэтому послушаем. Мощные и надежные виртуальные серверы — это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер SmartTape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. А слепительный комьюнити-проект UwebDesign рекомендует услугу аренда WPS-сервера, которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне. Я даже, честно, забыл уже про... Если бы ты не сказал, я бы сказал, переходим к темам. Это нехорошо, это значит, я действительно умброфил какой-то. Да, в общем, первая у нас тема — это мощь современных брендов или даже такого понятия, как бренд, в том смысле, что бренд как явление и как он эволюционирует. Это прям сразу в дизайн. Это да, это прям сразу в дизайн, причем пока, так скажем, в промышленный дизайн, в продуктовый дизайн, как в магазин. Так. Потому что это еще не UX и не UI, тем более. Так. И здесь нам Клауди, Клауди пишет на блоге Pixel77.com. Мне вот интересно, есть в России 77-й регион? Загугли, пожалуйста, пока. Возможно, 77-я статья точно есть. Ну, статья хрен бы с ней, но регион мне интересно какой. Там сейчас какая-нибудь Калужская область. Давай поржем. Pixel77 будет какой-нибудь... М-м-м-м. Код региона города Москва. Код региона еврейская автономная область, возможно, еще. Вот, вот. Это уже, блин. Ну, кстати, да, 77-я, это ж Москва. Что-то я туплю. Ну, так вот. Короче говоря, Клауди, Клавдия, это как... Ну, Клавдия, пусть будет русская женщина Клавдия. Пишет нам, что люди покупают бренды, а не продукт. И с ней сложно спорить, на самом деле. Тем более, раз она уже целую статью написала, как с ней спорить. Ну, нет, на самом деле, я с ней прям согласен. Ты, Никита, как думаешь? Я согласен, потому что даже если какой-то плохой продукт, да, с хорошим брендом, то, скорее всего, мы его купим. Но, если вдруг много людей купит, ну, типа, крутой бренд с плохим продуктом, они скажут, что бренд уже плохой, и, соответственно, и бренд... Я хочу сказать, можно подмочить репутацию, то есть это реально, ну... Да. Первый признак бренда, она говорит, консистенция, то есть постоянство. Да. Она приводит... Кстати, я, да, забегая вперед, в этой статье будет несколько кейсов. К сожалению, нашим слушателям невозможно передать все изобилие, многообразие, но вообще... Я думаю, наши слушатели к этому уже и привыкли. Первый пример, который она рассматривает, это Ford Motors. И там охрененные логотипы, особенно старые вообще. Да, мы как любители старины. Ну, мы, да. Так вот, старины Форда, я имею в виду. Так вот, здесь мы, я думаю, да, нам старые знайки понравятся больше всего. Мне, кстати, вот в 1912-м что-то произошло, они два раза меняли. Вот этот вот, который как кубок или как птичка. Знаешь, он выглядит, как будто у тебя, как будто ты из авиации, у тебя вот над кокардой такая лычка, типа ты из авиации, вот Ford. И они потом подумают, что не, что-то как-то это. Но я вот смотря даже на первый логотип, который, кстати, в 1903-м году был сделан, он очень похож на логотип Джек Дэниелс по стилю. Кстати, да. Как будто они хотели виски делать, а не машины. Ford Motor, это, может быть, моторные масла они хотели делать, которые дистиллированные были. Но неважно, в общем, на самом деле она пишет, что вот уже с 909-го мы прям сильно узнаем, что Ford. Вот этот их шрифт, так или иначе, он остается, будем говорить, постоянен. Причем их нынешний логотип с 2003-го года, вот от 906-го практически ничем не отличается. То есть, ну, тут разница такая. Возможно, она имеет несколько просто субкультурный какой-то характер. То есть, тогда был хром популярен, вот в 76-м. И реально хромированный, так скажем, обод. А вот с 2003-го уже просто какой-то такой мультяш, знаешь, как будто просто на... Вот я сейчас смотрю, может быть, здесь качество картинки дерьмовое, я сейчас приблизил для наших зрителей. Вот, но такое ощущение, что на дерьмовом LCD-экране смотришь, какие-то цвета не очень контрастные. А мне знаешь, на что это напоминает цвета именно? Вот именно градиент такой от светло-голубого к синему, как будто это App Store. Ух ты. То есть, Ford App Store, ладно, нормально. Но у нас сегодня будет и про App Store. Причем, заметь, в 1903-м году они еще кичились, что они из Детройда, штат Мичиган. А после этого уже как бы поняли, что Детройд-то это не тема. Ну да. Но это, помнишь, старая шутка из очень страшного кино. Типа, а, вот Детройд после нападения, там война миров, и там типа Детройд... А, точнее, просто вот Детройд, и там такое разрушенное, все горит, дым, говно. А вот Детройд после нападения. То же самое, только треноги еще ходят, как бы там и так говно. Но, собственно, Детройд, это же тот город, где даже полицейские участки и так далее распродают, потому что штат полностью обанкротился, именно муниципалитет, так скажем. Ну да, там, по слухам, все плохо, много... Да, поэтому Ford решили, не. Мы лучше, пусть никто не знает, что мы оттуда. Но надо, во-первых, двигаться к другим брендам, потому что тут есть и... О чем сказать? Да, тут есть, я просто что-то еще про Ford хотел сказать, и теперь не помню. А, вспомнил. Первый логотип мне еще напоминает логотип первого героина. То есть, если посмотреть на Хэроуин, то изначальная бутылочка, которая была... А, то есть, была бутылочка. Ой, господи, нас сейчас закроют за то, что я там открыл. Это свинтос. Да, я тоже открыл, и очень хорошо. Я на Вики лучше статью открою, там есть эта бутылочка. На самом деле, это, конечно же, не реклама, наркотики это плохо, просто мы как бы... Я так понимаю, ты откуда-то знаешь про эту бутылочку? Я просто, да, Байер Хэроуин Боттл, загугли вот так вот. И там прямо такая крутая с ленточкой. Потому что изначально-то его прям выписывали практически вместо микстуры от кашля. Вижу, очень круто. Такое прям... Вот, вот это мне и напомнило, а не то, что мне там в первых гугл-картинках попалось. Так, хорошо. Это запрещенный оборот, контролируется там, все как надо, не закрывайте нас. Короче, следующий признак бренда – это гибкость. Fluidity – это, так скажем, водянистость. Но на самом деле гибкость. Короче говоря, бренд не должен быть закостенелым и подстраиваться под современные веядины. И здесь мы видим на примере Starbucks, что вот все в нашей жизни стремится теперь к упрощению. Хорошо это или плохо, мы поймем, когда по спирали начнет развиваться обратно к усложнению. Но, тем не менее, здесь вот раньше был Starbucks, fresh roasted coffee. Свежий жареный кофе. Тоже было стильно. Я согласен, там титьки даже были у этой, я не знаю кто это, сирена какая-то. То есть, калипсо, возможно, это из Одиссеи именно та самая сирена, которая на острове с ним разговаривала. Ну, я напоминаю, это все-таки из книги Моби Дик. Ну, я помню, да. Да, да. Но, тем не менее. И Starbucks кофе. Уже в 87-м важно уже только что кофе. Но у нее два хвоста вот этих осталось еще с пупком. В 92-м пупок уже убрали. Уже как-то не политкорректно это все, да. А в 2011-м уже и Starbucks и кофе убрали. Уже только волосы и корона осталось, ну и хвосты, естественно. Ну, надо сказать, что они ведь там еще и кружки, и что только они делают. То есть, можно кофе-то и не писать. Ну, я согласен, что бренд теперь развился уже. Может, они уже даже постельное белье делают, чем черт. Я не имею в виду именно отдельный, у них отдел, департмент, который отвечает за постель. Ну, просто у них уже атрибутики так до жопы, что... Согласен. Я думаю, это на миллениумов ориентация. Они уже, кроме картинок, не понимают ничего. Мы же здесь часто в рубрике дизайн говорим про то, что под миллениумов сейчас все подстраиваются. Возможно, и Ford под них же подстраивается. Chrome для миллениумов. Они уже вообще не знают, что такое материал существует. Адаптивный брендинг. Это практически как в Fluidity, только покруче. Я, честно сказать, не могу сказать, как... В чем разница. Но, в общем, адаптируется под... Тоже под социальные медиа. Ну, вот... Ну, собственно, на логотипе Microsoft тут нам. Да, но на логотипе Microsoft Windows, а у самого Microsoft такой же логотип, по-моему, и есть. Ну, что-то они тогда какие-то узконаправленные, пацаны. У них же много чего. И Xbox есть. Ну, да, да, ладно. Короче говоря, здесь нам говорят о том, что Microsoft всегда оставался окнами. И, несмотря на... Короче, они не боятся быть outdated. Не боятся, что скоро люди уже не будут знать, что такое окна. И они подстраивают это... Короче, окна-то окна, но вот в 2012 уже выглядит как приложки на их планшете. Да. То есть уже окна, но другие окна немного. А в 85-м, смотри, практически грид какой-то. Вот, кстати, в 85-м очень странный логотип. Вообще очень... Вот мы старые логотипы Apple'а знаем. Вот это переливающееся яблочко, да? Да, 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 да. А вот тут какое-то прям... Просто бред. Я даже и не знал. Видимо, слава богу. Вот просто 90-е я еще в DOS'е это видел. А вот 95-е тоже 95-я винда. Возможно, в 85-м еще Билл Гейтс не соворовал у Стива Джобса все идеи. Так нет, они же договорились там. Конечно, я все эти документалки не смотрел, но тем не менее. Ну скажи, я перебил. Я не помню, я помню, что в «Пиратах Силиконовой Долины» про это говорят вот в этом фильме старом, да? Где там Стив Джобс похож на настоящего Стива Джобса, актер. Вот. Я помню, что про это говорят, и кто-то у кого-то что-то украл, и потом кто-то опять у кого-то что-то украл. Ну, я помню, что Apple украли у Xerox. Собственно, Apple украли у Xerox модель Graphics UI по операционке, а Microsoft тоже у них украли, но они договорились, типа, мы тоже сделаем, но мы сделаем для лохов, а у вас будет для премиум сегмента. Ну да. Как-то так. Кстати, дальше про Apple. Да, следующее взаимодействие. И... Охренеть, первый логотип, если вот так честно, как будто это на зажигалку надо рисовать. Так ты просто понимаешь, что это? Это же Ньютон сидит, на которого, типа, яблоко падает и его озаряет. Это же не хрен собачий. Охренеть, и написано Apple Computer Co. Да, и это только в 76-м. Они нарисовали круто, все здорово, потом их отпустило, просто как они накурились. Блин, нет. Чуваки, это как-то что-то сильно. Но это сам Стив Джобс, интересно, заверял этот логотип? Или он уже тогда был где-нибудь в... Нет, нет. Где-нибудь в... Он в 98-м только ушел. Ага. Нет, в 98-м он пришел обратно. Короче, нет, где-нибудь в... Он еще не был. То есть там, где вот этот был цветной логотип, его, возможно, не было? Какую-то часть? Нет, ну, какую-то часть, да. По-моему, в 92-м его уволили, и он всего 6 лет про это проскитался. Не так-то много. Поэтому... А потом он пришел и цветной отменил. Вот это точно. И буковку R. Торговую марку он тоже решил как-то это. Да, и... С ней и так, значит, торговая марка. Ну, понятно. Ну, он пишет, что... Interaction, взаимодействие. В современное время бренд должен эволюционировать еще и с точки зрения, на какой платформе его потребляют. И раньше 90% было... Точнее, нет. Сейчас 90% потребляется с экрана, причем 38 из них на смартфоне. Поэтому должно быть адаптивно под экран и под смартфон. Поэтому вот первый логотип, скорее всего, не очень подойдет. Хотя сейчас, как мы неделю назад разбирали про DPI и PPI, сейчас PPI настолько высокий, что и ту картинку можно было бы отрендерить нормально. Но представляешь, у тебя бы на телефоне был бы первый логотип с сайтом. Да, именно когда включаешь телефон, ну, это прикольно. Это новая тема для CD. Добавить лодер, в котором вот такая вот хреновая... Их, правда, посадят, возможно. Но тем не менее. Здесь также пишут, что... Большинство... Точнее, большинство... Некоторые бренды, они... Нанимают дизайнеров, которые, в принципе, собирают фидбэк. И, типа, нанимают даже сторонних дизайнеров. Типа, а вот ты мне нравишься, переделай нам логотип. И они приводят именно компанию Shell, в пример. Я не уверен, что именно Shell заказывали у себя ребрендинг. Но вот смотри, здесь тоже у них история-то такая прям была богатая. Подожди, Shell... Это нефть. Все мы знаем, это нефть, да. И они когда-то писали Shell, потом когда-то не писали. И снова сейчас перестали писать Shell на свои вот этой ракушечки. Для миллениумов. Чтобы миллениумы... Они на заправку приезжают, они уже не понимают букв. Они только цифры цену определяют за галлон. Ну да. Не то, что Shell, ракушка, все, мы на ту заправку приехали, у нас тут клубная карта. Ну да. И они потом на балл еще six-pack покупают с пивом, ставят его на задние и едут домой. То есть на них вот это... Они, возможно, даже уже не знают, что это ракушка-моллюска. Честно скажу, я сам не знал. Когда первый раз смотрел на этот логотип, там в какой-нибудь GTA-шке, я не знаю, там GTA 3 еще. Я еще даже не задумывался, что это именно вот логотип. Что Shell это Shell. Да, что... Ну как-то... Это, конечно, может быть, мне не делает чести, но тем не менее. Окей. Вот давай просто микро-транзишн посмотрим. Не микро, на самом деле. Хотя нет микро. Микро-переход с 71 на 95 год. Вот что изменилось? Более красный красный стал? С бордового в красный? Ну да, как будто цвета поменяли. Причем поменяли обратно, как в 61. То есть они что-то поэкспериментировали с 71? Я думаю, как раз в 95 год переход на дисплей, и там не было бордового красного. Был ума 8 бит цвета, не 32, как сейчас. Ну да. И они такие, надо ярко красный сделать, а то хрен пойми что. И вот того шрифта, который у них был козырный с 71 приземистый, его тоже не было, он на экранах бы дерьмово читался. Вот где буковка Е, представь, там бы в один пиксель все слилось, и было бы хреново. И я думаю, а 71 они именно только печатали на вывесках, на бумаге, поэтому это было актуально. То есть я думаю, что это все-таки, опять же, возвращаясь к пункту про интеракшн, на каких устройствах, так скажем, взаимодействует тот и... Кто логотип ужинает, тот его и танцует, короче. А представляешь, ты, у тебя машина из 1903 года со старым значком Форда, и ты заправляешься на старой заправке Shell, которая вот такая черно-белая, у тебя все такое, жизнь черно-белая. Это, возможно, ты в Детройте, знаешь, потому что там-то нет денег обновить логотип, и там все еще 1930-й, со времен Великой Депрессии. Не, ну крутая статья от Pixel77.com, от какой-то девочки, да? Ну, Клавдии, да. Я думаю, она уже лет 30 с ней девочка, но это я не знаю. Хорошо. Следующая новость. Нам предложили ажно 4 штуки в паблик. Я избирательно выбрал первоисточник с блога Adobe.com. Вышел новый инструмент Adobe Experience Design. Они что-то там задолбались инструментами. Но это ответ скетчу. Это именно суперудобная хреновина для прототипирования. И сейчас она в статусе превью, только для OS X. Внимание. Мы, кстати, сейчас записываем подкаст, и через полчаса презентация Apple начнется, и мы ее из-за вас, подписчики, уважаемые, не посмотрим в прямом эфире. Я думал, ты скажешь, мы, кстати, записываем подкаст на ОСТМ. Ну и это в том числе, да. Но я думаю, это и так ни для кого не секрет. И пока оно превью, сразу скажу, бесплатно приложение. Это даже если ты покупаешь пакет какой-то там или вообще все? Нет, сейчас вообще бесплатно, просто для всех, чтобы затестить. Чтобы только со скетча все ушли. Окей, так. И функционал, естественно, пока тоже не полный. Раньше был кодовое название Project Comet. Мы, причем, с тобой даже в подкасте говорили об этом как-то раз. И теперь переименовали в Adobe Experience Design Preview. И что сейчас вот в этой Public Preview? Дизайн тулзы для создания вайрфреймов, разных лейаутов для экранов. Ну, короче говоря, именно для приложений и так далее. После этого, именно тулзы для прототипирования в том смысле, что переходы между экранами. То есть можно, причем, забегая вперед, я не вижу где здесь. Ну, тут в этом списке нет, а нет следующее. Короче, можно сразу отрендерить видяшку, именно видяшку. Как ты переходишь между экранами и показать. Короче, вот на первом экране приложки я могу нажать вот это, он перейдет на второй экран и так далее. И это все в виде удобных диаграмм. Ты практически мышкой перетащил туда-сюда туда, кнопку отрендерить нажал, ушел, кофейку выпил. Пришел, у тебя уже готовый видос. Ты имеешь в виду и у тебя презентация для твоего заказчика? Да, именно так. То есть они прям... Еще, что самое главное, они поддерживают не только фотошоп и иллюстратор, в смысле assets, в смысле сурсы, но и скетч. Опа! То есть чтобы вообще все перешли. Они прям, они, да, они заставляют. Вы попробуйте, главное. Они еще должны потом, когда будет платно, давать бесплатно, если у тебя есть скетча лицензия, они должны давать бесплатно месяц. Просто попробуйте, типа, и все круто. Да-да-да. Это прям здорово. Ну, у них здесь есть небольшой плейлист из 13 видосиков с презентацией Adobe о том, что там, как и вообще. Мы не будем, естественно, это показывать. И что еще должно быть? Будет супертулзы для именно дизайновые градиенты, текста, эффекты и так далее. Сейчас базовое прототипирование сделали. Просто чтобы показать, что будет прям бомба. Именно с точки зрения упрощения коммуникаций между UX-дизайнером и заказчиком. Ну, или там Team Lead'ом, я не знаю, кто там презентует. А всякие фичи, которые именно уже функциональны, типа вот градиентов, текста, эффектов, бленд-режимы. Ну, то есть там, ну, как обычно, наложение, мультиплай, скрин и так далее. Улучшенный колор пикер будет. Сейчас, возможно, системный macOS-теновский включается. Слои добавят. Еще, то есть, настолько ничего не добавили. Видимо, поэтому и бесплатно, уж без слоев. Видимо, во всех Adobe продуктах слои, это единственное, за что деньги надо брать. Но надо сказать, что, мне кажется, они давно должны были уже выпустить такую прогу, которая скетч забьет. Так вот, видишь, они и спешат. Они нам дают превью практически нулевое. Как бета седьмых героев, в которых только две фракции было. Просто чтобы мы уже посмотрели, поняли, что забалансено, как в третьих, и нормально. Вон тут тоже, как в третьих. Ну и здесь будет супер много всяких вещей, типа там, расшаривания, микровзаимодействия для прототипирования. Прям на вайрфреймах. Вот на этих всех. В общем, очень удобно. Будет в прямом эфире предпросмотр на iOS и Android. Ты подожди. Это ты уже смотришь вторую статью? Нет, я все еще не смотрю. Все еще официальный Adobe блог. На Windows 10 добавят в Late 2016. Окей. Ну и в принципе все это будет в Late 2016. На Twitch был стрим 15-17 марта. Стримы, получается, нам показывали уже какую-нибудь, может быть, более превью-версию. Ну, короче говоря, пишите в комментариях, если вы уже попробовали. Расскажите, как вам. Мы здесь с Никитой не специализируемся на этих делах, поэтому пробовать, конечно, не будем. Ну, мне просто интересно, если After Effects установлен, будет ли он более лучше рендерить? А, через него типа? Да, да. А если не установлен, то в мовах будет в сырых по 3 гига от 2-секундные файлы. Нет, нет, там я напоминаю у... Не After Effects, а Premiere. Да, там есть... Нет, там еще есть еще одна прога, которая прям вообще конвертирует жестко. То есть там есть After Effects, которая эффекта, есть Premiere, которая просто там склейка-хренейка. А есть еще вот третья, которая прям все через нее идет. Я просто помню, если ее нет, то там дерьмово, только через проц хреново конвертируется без видяхи и так далее. Вот интересно, будет ли использоваться эта программа? Напишите. Я думаю, должно. Тут причем тред комментариев, если посмотреть, он тут как на хабре. Сама статья одну пятую скроллбара занимает. И потом куча комментариев, просто миллион. Интересно было бы их почитать, но да. Там причем, я сейчас мельком пока скроллил, увидел, что загрузка так и не начинается. То есть там у них с серверами проблемы, как у Вовки, когда Дренор стартовал, нельзя было в Горизон. А, в Гарнизон попасть. Вот тут примерно то же самое. Окей. Следующая тема. Motion Design это будущее UI. Motion это движение. Да. И здесь the future is motion. И космонавт такой винтажный. Сейчас я открою. Открывай, потому что... Больше всего мне нравится, как у тебя заглавлено в слэке. Мне нужно движение. Там было, да. Окей, да, круто, круто. И здесь нам автор, а именно Крейг Деннер. На Medium post. А, нет, не на Medium, на блог Prototyper.io. А, это кастомный домен для Medium. Охренеть. Окей. Прикольно. Даже не знал. Я просто... Я смотрел, думаю, вроде с Medium, а сейчас смотрю. Оп. Ну да, неважно. Он говорит, типа, вы же давно все видели, что появился такой термин, как Motion Design. Ну, даже вот мы с тобой видели неоднократно, что прям... Сейчас все гонят по Motion Design, и он расшифровывает нам, что это. Что, типа, даже самые большие компании сейчас пытаются нанять именно Motion Design. Дизайнеров. Google на своей конференции I.O. пишет, что у них будет Motion Design стандартизирован по всей продуктовой линейке и так далее. А что же такое Motion? Ну, Motion переводится как движение все-таки. Он говорит, движение создает истории. Он говорит, типа, вот все вот в приложении должно быть в виде практически ленты времени, последовательности каких-то действий. Не должно быть никаких обрывов. Ну, и на самом деле, он говорит, для каждой кликнутой кнопки или перехода от экрана к экрану должна быть история. И вот он показывает конкретные примеры. Вот если вы удаляете какой-то элемент, не делайте, чтобы он просто исчез, а делайте, что он прям рассыпается в пиксельную пыль. Что он прям дезинтегрируется с вашего экрана. И это не должно быть именно binary action, в том смысле, что из двух действий нажал пропало. А это должно быть с движением все сделано. И именно, ну опять же, очень много есть статей сейчас, именно по-задротски по анимациям. Именно, что типа там еще диснеевские чуваки придумали, что вот там, ну не придумали, а экспериментально, эмпирически поняли, что если там вот не больше 400 миллисекунд должна быть анимация, иначе уже кажется длинная, но не меньше 100 миллисекунд кажется короткая, не видно. И там именно переход должен быть нелинейный, а вот как в CSS из in-out. У-у-у, вот такой. Я, опять же, мы уже в каком-то подкасте, я пытался голосом изобразить вот эти вот переходы. А ты мне скажи, это, по-моему, очень сильно идет в рознь со статьей отказаться от jQuery, короче, на год. Ну там нет, ну оно, конечно, кажется, что в рознь, но там чувак, он практически свою jQuery написал, забегая вперед. Окей. Вот, следующий он пишет, что даже когда добавляете элемент, он не должен просто появляться, он извне, из экрана прям на вас вылетает, и ты прям чувствуешь, что телефон тебе рожает прям новый элемент практически. Ну не телефон, а приложение. Здесь же история о том, что вот именно там приложение, знаешь, Uber там кто-нибудь там тебя хоп и рожает. Или вот, представишь, не, ну круто рожает, тут еще на примере, я так понимаю, музыки в iOS 7. Да, там дальше будет не музыки, а именно подкасты. А, подкасты, да. Да, там потому что просто больше функционал. В музыке послушал, плейлисты туда, а в подкасте там именно разные. Отложить, качнуть там и так далее. Так вот, про рожает, хочу договорить. Представь, вот приложение Uber для водителей именно. Так. И у тебя вот так попапается новый клиент. Если он просто появится, ты даже не заметишь, а тут он прям на тебя вылетел, и ты сам в него заехать должен. Ну, то есть прям истории рассказывают мне прям. Рожаются клиент. Самому понравится, как это все понравилось, как это получилось. Но он пишет здесь, представляете, типа, вот в Facebook, у них, оказывается, есть какое-то приложение на iOS, называется Paper. Так, от самих Facebook. Да, я вот не знал, а, оказывается, есть, представьте, какое-то оно было бы статическое, типа. А там, видимо, все нахрен всплывает. А там, видимо, все motion полный. Ну, короче, он пишет, что анимация, это есть UI. Анимация, это новый UI. Как nerd is the new sexy, what the animation is the UI. Так вот, и он пишет про то, что даже те взаимодействия между пространствами должны быть переработаны с точки зрения motion. И он показывает на примере приложения подкасты, что, типа, вот раньше у вас подкаст сворачивался вниз и куда-то там пропадал. А теперь он у вас сворачивается вниз, вот в такую удобную плашечку, и там остается прям, хотя на самом деле и слева она, типа, остается. Но почему-то он пишет, что справа очень круто. И на самом деле, когда ты, можно его вверх оттуда поднять именно движением. Видимо, раньше только нажать можно было. То есть, ну, он пишет, что намного понятнее стало справа. Я вот смотрю, я прям завороженно сейчас смотрю. И я тебе скажу, что я пользуюсь вот этой хренью, которая внизу, да, это прикольно. Да, я тоже. Несмотря на то, что я не уверен, что мне нравится, я уже привык, что есть вот эта стрелочка, что можно вниз это двинуть. Но мне это в моей музыке, я музыку уже в моей музыке слушаю, просто из обычного iTunes'а, с телефона. Мне не совсем нравится, что я когда жму плейлист, вот эту кнопочку, то он мне показывает не плейлист альбома, а типа пять последующих треков, которые проиграются. Да мне похрен на какие треки, я хочу посмотреть именно плейлист альбома, может быть какой-то трек пропустить. И так мне приходится, ну, короче, это... Спорно, спорно. Это спорно. Возможно, я не целевая аудитория уже давно телефонов и новых этих интерфейсов. Так, это так же, как в Фейсбуке. Тебе просто рекомендуют какие-то треки, чтобы ты просто их послушал и отвалил. Да, а я-то, я же такой человек, люблю рамки, а тут мне не дают рамок, у меня наоборот свобода, мне все только рекомендуют, хочу, не хочу, что хочу, то я делаю. А я люблю, когда у всех одинаковый экспириенс и все понятно и прозрачно. Ну ладно, не будем сейчас мои психические отклонения обсуждать. Следующее, действия с подтверждением тоже должны сопровождаться каким-то движением, то есть в данном случае сендинг, отправление вот такими точечками. Ну-ка это как Прилодер классический, только более, так скажем, семантически понятный. То есть тут эти звездочки как байты практически отправляются туда-сюда. И самое прикольное, что они по оси Z еще двигаются, то есть они не только сверху вниз, они еще чуть-чуть рожаются, засасываются опять же в экран, то есть прям круто. Также он говорит, вот анимации с паролями, типа ты пишешь звездочки, если пароль неправильный, то они такие хоп, затряслись и вниз обвалились. Это прикольно, это реально круто, это все опять же в тему вот этих микро-пика-нано-взаимодействий, что не просто вот пароли и там ты после кнопки нажал, у тебя прилетело и красным окрасилось. Неверные пароли. Да, а тут у тебя сразу хоп и так далее. Это, конечно, в основном к приложениям. В вебе не так много сейчас, возможностей уже много, но не так легко все поддерживать. А вдруг кто-нибудь с E8 зайдет, и у него будет неверный пароль. И тебе, к сожалению, придется писать и то, и другое, два экспириенсы придется писать для лохов и не для лохов. И зачастую проще оставить только для лохов и пусть все лохи будут. А вот в приложениях ты уже как напишешь, так и будет. Там ты полностью банкуешь. Ну здесь также пишут, что за вот этим движением можно спрятать подгрузку. Так. Ну типа долго у тебя грузится, но сделай ты, что у тебя плей долго меняется на паузу. Там она из ниоткуда появляется. И пока... Вот здесь видишь три примера. Самая левая это хоп, сразу плей сменился на паузу. Там чуть-чуть подрыгалась, а тут долго черная дрыгается. И типа грузится, и вроде тебе не так обидно. Как когда просто все застыло, и что-то грузится и так далее. И ты вроде не будешь по ней тыкать сильно. Да, ты тыкать не будешь, и тебя не сильно будет бесить. И даже пока она грузится, больше миллисекунд реально уходит на подгрузку, чем двигается. Двигается, допустим, 100 миллисекунд, а пока промежуточные все поддействия совершаются, еще 300 проходит. И у тебя уже успевает загрузиться, и тебе кажется, о, быстро загрузилось. Хотя на самом деле это просто долгие анимации. Мне еще знаешь, что кажется? Что такие анимации круче в приложениях, потому что все-таки приложение там небольшой экранчик. И как бы у тебя все внимание вот именно на этой анимации как бы скорректировано, так сказать. То есть ты смотришь просто на эту анимацию. А когда у тебя в вебе, у тебя большая здоровая мониторина, и ты смотришь не только на эту анимацию, а вообще на все флеши, вот эти баннеры, которые рядом. Да, да, я согласен. Ты можешь пока, ссылку нажал, если она долго грузится, ты можешь пиратов пострелять в баннере вот в этом там и так далее. Согласен, да. Ну, вот это, естественно, они скорее про приложение. Потому что, опять же... Кстати, этот Крейг был в команде Human Interface в Apple. А, то есть он не хрен собачий. Но он уже ливнул оттуда. Видимо, он подкаст как сделал хреновый, так его оттуда поперли. И он уже написал, блин, можно было нормально сделать. А, уже поздно, все, извините. Так, отлично. Ладно, переходим дальше. У нас много про дизайн в этот раз. Но тут две остальные новости, они не очень большие. Первое, графические дизайнеры протестуют против Trump. Мне вот интересно, ты мне когда анонсировал, я прям вот давай. Тут one minute read. Понимаешь, здесь даже говорить не о чем в основном. Здесь есть 11 слайдов. Сверху, вот это, между прочим, слайдер. Я только сейчас заметил, что это слайдер. У меня еще подгружается. А у тебя там двигается что-нибудь там? Или ты... У меня просто здесь в Google рекламе, станьте заметным с Google AdWords. Слава богу, хоть не доходы фрилансера. У меня World of War, раз приключения начинаются, приобрести. Там еще, наверное, это, была дельфийка с манно-червем, да? Да, да, да. Ну, я такую тоже видал, да. Манно-черфь, это прекрасно. А я просто не помню, как он называется. В общем, нам пишут, что... Манно-змей. Прям... Ух ты. Около Трамп Тауэра. А Трамп Тауэр, это, чтобы ты понимал, просто жилищное здание с квартирами. Охренеть. То есть, он там живет? Нет, ну, в смысле, он же застройщик по роду именно бизнеса. Он девелопер, как сейчас принято говорить. Не наш девелопер, а девелопер недвижимости. Ты имеешь в виду, это как у нас в Турилово Лейк Сити, только Трамп Тауэр? Да, 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 вот Трамп Тауэр. И там рядом с ним стали дизайнеры вот с этими буквами. И типа, построите доброту, а не стены. А Трамп же высказался про то, что надо всю Америку стеной обнести, чтобы иммигранты не проникли. Так, хорошо. Это прекрасно. Это практически как Яценюк. Только Трампу я больше верю, чем Яценюку. Потому что что-то там они за год так и не построили стену. При всем, конечно, уважении к нашим коллегам из Украины. Так вот. И давай полистаем картинки. Я не знаю, у тебя сейчас подгрузилось или нет. Там разные постеры. То есть, кроме этих больших буков, там еще есть одиночные пикеты, так скажем. И там тоже они типа в виде постеров. Там типа, вместо того, чтобы строить стены, давайте построим больше доброты и любви. Так, а у меня теперь такой вопрос. Какого хрена это вообще дизайновая новость? Что здесь дизайновая? Это же дизайнеры вышли. Практически профсоюз. Только не профсоюз, и они на дрибле где-нибудь там списались. Ну, я быдлю, не на дрибле, а в снэпчате. Чтобы удалилось потом. Никто не знал, что это они списали, чтобы их ФБР не нашли. Ну вот, судя по вот этим двум фотографиям, которые есть в статье, достаточно стильно сделано. То есть, вот эти шрифты, они подбирали. Видно, вот эти черно-белые картинки. Они прям именно из промышленной эпохи с лаб-серифом, шрифтами всякими красивыми такими делали, чтобы прям в душу западало, чтобы как заголовки каких-то. Там некоторые были, ты именно слайдер сверху полистай. А, сейчас, сейчас. Там некоторые есть именно как афиши на кино. Знаешь, ты едешь, и там такие белые полосочки, и в них буквы именно физические. То есть, это не экранные афиши, а именно физические буковки. Остается, третий слайд из 11. Я прошу прощения, здесь много фоток, и они, в принципе, очень стильно дизайново сделаны, круто, да. Их еще отфотографировали другие дизайнеры с фотоаппаратами, хорошо. Я просто, перелистывая фотографии, наткнулся на личности, которые здесь изображены, и они должны яйца прибивать около... Да, я согласен, что они по... я не могу вспомнить. Павлев, Павловский, Павленский, ну как-то так его зовут. Ну, в общем, все. Им не понравилось туда-сюда. Я... у меня другое понравилось. Смотри. Так. Так, видишь, как ссылки оформлены у них на сайте. Во-первых, у них 78 ошибок в консоли. Привет всем, кто пишет, что у нас там две ошибки на сайте. Не, у них все плохо, потому что у меня тут даже и шрифт наезжает на встроенный инстаграм, и все плохо. Да, да, кстати, у меня тоже шрифт настроен. У меня под него иногда заезжает. Там в зависимости от того, как повезет, видимо. Ну, так вот, инспектируем ссылку, и у них подчеркивание сделано не подчеркиванием, а градиентом. Бэкграунд имидж, градиент, нижняя полосочка. И, казалось бы, градиент, но почему вокруг буквок такое беленькое пространство? А у них еще сделан текст shadow. И то есть у самого текста белая тенька, и она чуть-чуть раздвигает градиент, и прям такое идеальное, как в газете, подчеркивание. Так еще и те буквы, которые J, например, которые вылезают. Да, да, я это и пытаюсь тебе сказать, что вокруг них белое пространство, что они не впритык, а именно вот это круто тоже. То есть, несмотря на 78 ошибок в консоли, они молодцы. И суть-то в том, что они... есть ссылочка следующая еще. Live it to graphic designers to make America great again. Практически, типа, пусть графические дизайнеры сделают Америку лучше. Мне почему-то кажется, это троллинг, потому что эта ссылка ведет на статью всем насрать на графических дизайнерах. Ха-ха, аа, окей. И вот как-то так вот, я даже не... Ну, мы не будем эту статью разбирать, а то мы уйдем далеко, но вот тем не менее. Ну, прикольно. Интерактив с слушателями и со зрителями. Напишите, как вы относитесь к Трампу и к такой программе. А мы... свое мнение мы скажем чуть позже, у нас в рубрике разработка тоже про Трампа, как вы могли подумать. Так. Но последняя тема из дизайна это мифы юзер-экспириенсы. И здесь тоже дама пишет, Кристина Водке. Хорошо. И она пишет, что у меня, говорит, была уже статья про мифы, и там были мифы продукт-менеджмента. Но мы не будем, опять же, это рассматривать туда-сюда. И она здесь, она пишет про мифы, про продукт-дизайн. Мне понравилось ее сравнение, если сейчас я на твиттер перейду, с твит, с которого это начался. Типа, есть такой миф. UX-дизайн, он про удаление проблем у юзера, а гейм-дизайн про давание проблем юзера. То есть, как юзер-экспириенс дизайнер, мы должны лишить юзера проблем, а как гейм-дизайнер, мы должны ему накинуть проблем на вентилятор. Ну да, это, естественно, метафора, потому что, как бы, таких проблем, которые, как бы, не видно, но хочется за них заплатить. Естественно, естественно, то есть, донат, да. Но она так пытается это опровергнуть. Дескать, вот все, ну, сейчас, да, не буду забегать вперед. Первый миф. UX-дизайнеры фокусируются только на интерфейсах. Ну, очевидно, что это бред, во-первых, потому что это дерьмовый UX-дизайнер, если он фокусируется только на интерфейсах. Я думаю, здесь надо еще смотреть на слова дизайн, как бы создавать, то есть, ты не только... UX-дизайнеры, это люди, которые решают проблему. Так вот, и UX-дизайнер, он должен смотреть и на аналитику, и на продукты, товары, которые получаются, там, в печатной продукции и так далее. То есть, это не про интерфейс, это про весь бренд и про то, как этот бренд общается с юзерами. И, на самом деле, то есть, здесь она и пишет по порядку, что UX-дизайнер еще и взаимодействие делает. То есть, именно фидбэк собирает, именно даже не собирает и анализирует, даже не столько анализирует, сколько анализирует анализы. И принимает решение, исходя из того, что вот там 15 человек вот на это кликнули. А вот мы можем сделать так, чтобы кликнуло 20 там в следующий раз и так далее. То есть, User Experience Designer, это не чувак, который в интерфейсах что-то двигает, кнопки, просто так, из нихрена. Он даже целый концепт разрабатывает, как, в принципе, модель взаимодействия юзера с системой. То есть, это намного больше, чем просто интерфейс. Потому что даже архитектура самого приложения иногда, ну вот если говорить про веб-приложение, определяет последующее взаимодействие. То есть, например, вот я когда уже на WordPress делаю что-то, ну не просто как вы любите говорить, что WordPress это блоговая платформа, какие-то сложные системы, я так или иначе уже, исходя из того, как там в базе данных хранятся данные, что все это посты и так далее, я уже продумываю User Experience, как его завуалировать и так далее. Но это, знаешь, как нам Ваня, наш с тобой друг, рассказывал, что как только пользователь игры перестает видеть метафору и начинает видеть таблицы в Excel, значит он потерян для системы, типа и все. Значит он просто понял игру и ему уже неинтересно. Да, ему неинтересно. То есть, и вот тут то же самое. Надо завуалировать так, в саму архитектуру, чтобы пользователь не заходил, а, ну это опять WordPress, тут вот можно добавить, удалить, тут все, все скучно, я пошел. Это все равно всего лишь в базе хранится, это всего лишь байты в базе, все, все тлен. Вот такого быть не должно, и User Experience Designer, он вот эту необходимую абстракцию надстраивает вокруг. То есть, это намного больше, чем интерфейс, это прям все взаимодействие. Второй миф. Вы не можете задизайнить Experience. Она говорит, ну, я, говорит, даже не собираюсь долго углубляться, а у них, вот в русском языке я не собираюсь углубляться, да, а у них есть такая идиома, не хочу спускаться в кроличью нору. Ну, то есть, из Алисы в стране чудес, то есть, там, это, грубо говоря, что вся сказка, это просто о том, что она решила спуститься в эту нору. Не решила бы спуститься, ничего бы не было. Она говорит, вот представьте, говорит, Диснейленд, это же Experience, то есть, люди придумали не просто парк развлечений, а целую историю, целый, прям, вот, мир. Трилогия Властелина колец, говорит, в скобках, не обсуждаем Хоббит. Хоббит это не Experience, это так, говно собачье, я понял. Да, хорошо. Ну, причем, я до сих пор жду, когда в России выпустят нормальное Blu-ray-издание Lord of the Rings с... Три плюс три? Три фильма тех, три фильма тех? Главное, чтобы не три плюса, а восемнадцать плюс, все-таки. Я имею в виду режиссерскую, режиссерские так и не издали почему-то. Сволочи. Третий миф. UX-дизайнеры, это единственные, так скажем, адвокаты-пользователи. Короче говоря, это только они на стороне пользователя. Ну да. Ну, говорит, она говорит, это тоже миф, потому что на самом деле в компании все должны быть на стороне пользователя. А юзер-дизайнеры, да и, собственно, все, опять же, люди, это те чуваки, которые находят мостик между бизнес-моделью и юзерами. То есть, говорит, если у вас в компании только вы, как юзер-дизайнер, юзер-эксперинс-дизайнер, вы находитесь на стороне пользователя, то это говно, а не компания. Ну да, согласен. Так. И все. То есть, все должно быть круто, чтобы все заботились о юзере. Четвертый миф. UX-дизайнеры всего лишь делают милые вещи. Например, Apple. Ага. И она тут приводит iTunes. Лучший дизайнер. Во-первых, говорит, смотрите, номер один. То есть, милые вещи, это не просто интерфейс, это вообще все. Но, говорит, во-первых, посмотрите на iTunes. Это типа, ну, он, может, и прикольный. То есть, там радуга, всякая хрень. Но с точки зрения юзер-эксперинса, мы Apple Music в подкасте, помнишь, разбирали, что там хрен пойми чё. Ну и не только Apple Music. Много там всяких вот просто музыкальных вещей. Когда ты из моей музыки пытаешься на этого исполнителя перейти в магазин. И там, ну, короче, жесть. Ну, там жесть. Но я просто оправдая немножко Apple, хочу сказать, что, в принципе, iTunes это в городе город. Потому что там столько всего. Там столько наворочено всякого-всякого. Ты, в принципе, заходишь в iTunes, у тебя там всё, что можно. Если ты за деньги покупаешь, грубо говоря, фильмы там, и приложения, и музыка. То есть, вообще всё. К сожалению, например, посмотреть свои последние покупки, вот тупо посмотреть по моему Apple ID, чё покупалось. Можно только с десктопного iTunes. С мобильного нигде я не нашёл. Я очень долго сидел в туалете, но не нашёл. Ни в приложении iTunes Store, ни App Store, нигде. И на сайте manage.appleid.com тоже нигде нет. Можно сменить пароли, секретные вопросы. Но посмотреть покупки только в десктопном iTunes. Ну хреновый UX. На хрена какого, вот непонятно. Пятый миф, UX-дизайнер не существует, потому что никто так... А, никто не может сделать всё. Вот всё, что мы перечислили. И там, типа, анализировать, там, и так далее. Она говорит, ну так потому что это должен быть отдел UX-дизайнеров, и там должны быть микро-разделения труда, так скажем. И она говорит, если вы работаете в компании, где вы один должны сделать всё, то это говёная компания, опять же. Ну вот она говорит, как бы то ни было, UX-это не просто пустота, или там, как это, чистота и минимализм, которая скрадывает сложность. Это вообще, говорит, пустота, которая эту сложность, так скажем, обслуживает. Которая эту сложность так преподносит юзерам, что она вроде и не сложность, но на архитектурном уровне всё равно остаётся сложность. Ну охренеть. Так что вот так она много написала, причём она здесь очень много ещё такого эпилога написала в сравнении с гейм-дизайнером, ну и здесь это уже, это сложно. Короче говоря... Там в конце сердечко зато мило. Да, да, милота. То есть это практически конец. Фин. Ну, собственно, фин, поэтому можно переходить к бабкам, разделу бабки. Мы сразу, раз мы про гейм-дизайн, мы сразу... Расмус. Да, Расмус. Мы сразу переходим. Xbox One сможет запускать приложение Windows 10 этим летом. Понимаешь? Игровая приставка Xbox One получит поддержку универсальных приложений Windows 10, начиная с этого лета. Об этом сообщил руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер, выступая на конференции Game Developers Conference в Сан-Франциско. Во-первых, можно будет купить в Xbox... То есть магазин Xbox Store и Windows Store будут соединены, можно так сказать. Возможно, у них на бэк-энде они уже давно соединены. Нам просто на фронт-энд их теперь соединят. Да, нам, возможно, просто еще не соединили для нас. Так вот, решение обеспечить Xbox поддержкой Windows приложений позволит продлить жизненный цикл консолей, которую можно будет использовать не только для игр. Ну, как думает, собственно, Фил Спенсер. Как же думают пользователи Xbox? Это уже другой вопрос. А подожди, жизненный цикл в том смысле, что... То есть Xbox будет не только для игр, но, кроме того, они будут... То есть сейчас не говорим про разработку пока. То есть ты сможешь с Xbox там все использовать, сервисы Skype, использовать все мессенджеры, которые есть в Инде. Именно которые нативными приложениями. Да, смотреть видосы, опять же. Смотреть телевидение. То есть все, что вот есть. Netflix, я уверен, который... Хотя он и так, наверное, есть на Xbox, я не знаю, на Xbox One. Ну, кстати, да, я тоже не знаю. Да. Вот, то есть это тут надо знать. Но я вот думаю, все вот эти сервисы, микросервисы, через которые Microsoft, возможно, питается и бабки охрененные получает, они все в Xbox уйдут потихонечку. Вот. И тут он пишет, что кроме этого-то вообще и разработчикам будет легко. Ты делаешь как бы для ПК практически, для Винды. Но и это же можно проскейлить на Xbox. Не надо будет переписывать код. И это удобно. Так. Дальше. Я тебе новости свежие. iPad Pro 10-дюймовый. Короче, обычного формата, как всегда был iPad. Вот теперь он есть Pro. То есть там с карандашом, с Apple Pen, точнее там со всем говном. И новый iPhone SE представили. Это маленький iPhone. Ну, короче, почти все, чем мы в прошлый раз обсуждали. Который iPhone для бичей? Да, iPhone для бичей. Все вот это так и есть. Ну, потом, через неделю будем разбирать уже подробно, с лупой. Ну да. Да, ну так вот. Какие Windows-программы можно будет запускать на Xbox, Microsoft не уточнила. Можно предположить, что речь идет о клиентах социальных сетей, мессенджерах, инструментах для стриминга, создания музыкального и видеоконтента. Ну, то, что ты сказал. То есть ты тоже можно предположил. Да, скорее всего, компания раскроет больше деталей и конференции Build для разработчиков, которая пройдет 30 марта в Сан-Франциско. Ну вот. И у меня было предположение, что чуваки, которые делают эксклюзивы для Xbox, то есть сторонние компании, не Microsoft конкретно, то есть не Halo, а какие-то, я не знаю даже, какие эксклюзивы, но вот это вроде какой-то Quantum Break, вот эта игра, которая от чуваков, которые делали Max Payne, вот. От них игра Quantum Break, вроде это эксклюзив для Xbox. Вот такие чуваки могут сливнуть. Это тоже можно предположить. И вот ты просто мне, когда мы готовились, ты мне это прям так рассказал, что практически все, не будет эксклюзивов для Xbox, а те, которые будут, они будут не столько эксклюзивами для Xbox, сколько может быть просто Microsoft эксклюзивами, что это их дочерние подразделения там разрабатываются. Да, просто почему не будет эксклюзивов? Потому что это будет уже как бы ПК, ну грубо говоря. Xbox? Да, это уже не столько гейм-сегмент. То есть мы вот, когда готовились, я предположил, что будет разделение геймеров на две категории. Первый, так скажем, геймеры с кепочкой назад, как мы это назвали. Такие тинейджеры. Да, именно тинейджеры, которые с пивом завалятся друг к другу поиграть, и они уже будут на PlayStation играть. Потому что там у них всякие там... Черт, я не разбираюсь. Что там, как ты сказал? Какой-то шутер, который как Overwatch, только... А, Destiny у них там, да. Вот, вот. Вот такая вот хреновина. Вот этого уже на Xbox ничего. А на Xbox будут такие, как Sheldon. То есть там будет всякий Red Dead Redemption, 4 Fallout, но там у них уже будет Skype всплывать, их будет из игры вырывать это все. А они же не будут пьяные там сидеть, просто играть... Ээээ, ты чё там, я твою мамку драл, вот там пять фрагов я с тебя снял, там туда-сюда, и шапку еще платную. А они будут уже именно, так скажем, погружаться в игры, но не выгружаться из реальной жизни. Они уже будут играть в какой-нибудь Tycoon Simulator 2017. Да, причем в одном окне, а во втором в скайпе. Ну, тут всякое может быть, поэтому... Напишите, как вы относитесь к этому, есть ли у вас Xbox? Просто интересно. Мне, кстати, теперь интересно, что первое, курица или яйцо. В том смысле, что... Или уже аудитория Xbox One это не тинейджеры? Потому что мы же знаем, что PlayStation сейчас сильно лидирует. То есть Xbox One это маргинальщина. И они уже, исходя из этих реалий, подстраивают Xbox под, так скажем, ну типа Enterprise-сегмент, но я утрирую, конечно. Под новую аудиторию, будем говорить. Да, да, да. Или все-таки они дальше это форсируют, этот переход. Тут хрен знает, мы не владеем аналитическими никакими. Сводок разведских у нас нет. И, к сожалению, мы и Xbox не владеем. Только геймпадами от Xbox. Кстати, да, я себе вот для PC купил именно мне. Мне купили на Новый год Xbox One-овский геймпад. Он неплох. Хотя он, конечно, более какой-то пластмассовый и легкий. Кажется, ты не геймпад держишь, а какую-то игрушку геймпад. По сравнению с 360. Да, по сравнению с 360. Это, конечно, не очень комплимент, но они смогли преемственность сохранить. Я вот, когда его новый взял, я вообще не заметил. Я играл так же, как играл. У меня такое ощущение, что я не менял геймпад. То есть, если я задумаюсь, я пойму, ну ладно. Это хороший UX, чуваки постарались. Они молодцы. Они прям Legacy сохранились. Что даже я, если бы я... Кстати, я вспомню, что я хотел сказать. Про удлинение цикла использования консоли. Xbox 360 в 2006 вышел. И Xbox One в 2015 или 2014. Так. И так практически 10 лет служил. Чувак, куда дольше 10-ти, то как они хотят удлинить? То есть, тут тоже такое. Мне кажется, они отмазались, и все-таки они уже подстраиваются под суровые реалии, что у них уже почти никто. Что они рынок проиграли. Да, да. И они уже подстраиваются под новый рынок. Ну ладно. Окей. Перейдем к нашему, хотя нет, не к нашему рынку. Телеграм и боты у нас называется. Следующая статья. Правообладатели требуют от Телеграм удалить бота. Ну, я думаю, наши рынки. Потому что я сомневаюсь, что Барнс и Ноблс будут требовать флебусту удалить. Им похрен, что их там... Да, но я в основном не нашими назвал все-таки Телеграм. Ну, как-то они уже такие. У них даже уже... Они уже всемирные, согласен. Да. Суть в чем. Кстати, у нас есть Телеграм? В Телеграме. В Телеграме даже нет интерфейса на русском. Я тебе так скажу. То есть, там about, context, settings. Они уже все. Это от клиента зависит. Да? Веб-клиент переведен. Не, веб, да. И мобильный именно на телефончике тоже переведен. Десктопные клиенты согласен. Но на OSX2 клиента Телеграм и Телеграм Десктоп. Какой-то из них переведен, какой-то не переведен. Я пользуюсь непереведенным. Отлично. Ну, просто он первый появился. Не то, что я такой прям сноб. Хотя, может быть, и это тоже. Так вот, ну да. То есть, Телеграм-мессенджер от Павла Дурова, как мы все знаем. На них гонят, бочку катят Ассоциация по защите авторских прав в интернете. Сокращенно АЗАПИ. Направил администрации мессенджера Телеграм-письмо с требованиями удалить бота, заблокированного в РФ сайтов Libusta.net. Охренеть. Так вот, по словам представителя АЗАПИ, через бот незаконно распространялись три книги. Внимание. Яндекс.Книга. Издательство Альпина Паблишер. Вся Кремлевская Рать. Михаила Зыгоря. И книга Джона Паркинса Исповедь экономического убийцы. Так вот. Господи. Ассоциация дала Телеграм 48 часов на удаление спорного контента и угрожает в противном случае обратиться к Google и Apple. Тут, кстати, опечатка на РМР. Гук. Гук и Apple с требованием заблокировать приложение Телеграм в своих магазинах. То есть, представляешь, нельзя будет скачать из App Store и Телеграм. Но это, если они не выполнят требования. Возможно, ассоциация по защите авторских проектов именно в Гук обратилась. Мы же не знаем. Тут еще вопрос, кстати. Рассмотрят ли ИСКИ, во-первых. Во-вторых, ну, то есть, Apple может скажет, а что это вы? Мы, как бы, нам флейбусту dotnet никак не мешает? Тут уже другой вопрос. Ну, как бы, я не знаю, какие терки там, но, в общем, дали время, чтобы Телеграм изъял этого бота нахрен и чтобы они распространяли контент флейбусты. Ну, вот такая, собственно, статья. В принципе, все еще, я думаю, можно скачать Телеграм, он все еще работает, поэтому все, ну, все нормально, все хорошо. Господи, это такое, это... У них опять есть много времени на то, чтобы там это убрать. Я думаю, уберут. Ну, и опять же, эта ассоциация просто показывает, что они работают. Я думаю, в основном. Что вот этот дяденька сидит не зря. А, согласен. Возможно, они тоже так, чисто отчитаться перед... Согласен, да. Да, да. Следующая статья, а это даже не статья, это просто грандиозное событие, я считаю. Что, я обновляю страницу? Обновляй. Твиттеру 10 лет. Ух ты. То есть, саму вот этому twitter.com, они на своем твиттере, твиттер, 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 да, написали, что, типа, спасибо, чуваки, мы начали с 21 марта и как бы продолжаем существовать уже 10 лет. Incredible, love twitter, все такое, и шарики летят. У тебя уже полетели? У меня уже улетели. У тебя уже улетели. Причем, в Австралии они начали, получается, видишь, starting in и флаг Австралии. Да, да. То есть, твиттер это австралийский стартап, который теперь в Сан-Франциско, Калифорнии, охренеть, вот бы знать-то. А ты уверен, что они не просто тестировали? Давай сейчас на Австралии обкатаем, потом в Америку. А, ну, может быть, как Facebook на Ирландии. Да, может быть, может быть. Ну вот, то есть, и тут, и как бы есть такое видео, сейчас встроенные же видео есть в твиттере, крутые. И вот там все, я так понимаю, все твиттер поздравляют, и даже из космоса, и даже твиты пишут. Ну, конечно, они подготовились, то есть, они не то, что проснулись, о, блин, завтра надо что-то это, как-то, они готовились к этому. У меня, кстати, несколько минут назад там твиттер благодарит PewDiePie за то, что, я так понимаю, он там что-то пишет. Просто спасибо за то, что ты такой, какой есть. А PewDiePie, он пишет, дорогая Майли Сайрус, я увидел, что ты украла мой, типа, наряд, да-да-да, мне дерьмово. И там картиночка, где он в таком же этом, в лифчике. Отлично. Ну, это так. Да, ну вот, вот так вот, напишите, хотя, ничего не пишите, кидайте свои твиттеры, ну нет, лучше подписывайтесь на наш твиттер, кстати. Да, потому что здесь я вот смотрю и 13 моих знакомых подписаны, в том числе, Europe Design, мой знакомый такой, есть у меня один. Да, переходим в рубрику разработка, и у нас начнем с Лёгонького, у Брэда Фроста на блоге, все знают только Брэд Фрост, он написал книгу Atomic Design. Или Чувак в шлеме просто. Чувак в спейс-шлеме, и он чуть ли не в гугле уже работает, сейчас я посмотрю, тут... Ну да, он нихрена с Гаррида. Ну-ка, я уже не вижу, он веб-дизайнер, спикер, консультант, мюзишн и артист. Причем, здесь вот смотришь в шлеме, и он вроде нормальный, но он же жирная тварь, если посмотреть, он супер низкий, метр пятьдесят практически жирный. Да, я помню, он по-моему тоже в широких штанах. Да, да, ну не важно, в общем, он написал в микробиблиотечку Трамп.СССР. Айдишник USA, бордер-ботом, шестнадцать метров, солид-грей, шестнадцатиметровую стену, серую построят. Вещь бордер-ботом, именно вещь с Мексикой. Из Канады, я так понимаю, мигрантов все-таки будут пускать. Ну потому что там нормальные люди. Во-первых, это, там правда у них квадратные башки, как в Саус-Парке. Ну да, на самом деле, просто давай вспомним, с Мексикой граница, ну пусть, я не знаю, протяженностью там пятьсот километров. А с Канадой-то тысячи три. И там еще и горы, озера и всякие, там хрен построишь. С Мексикой это как-то проще сделать. Ну да. Муслимс дисплей нан импотент. Это класс. Это здорово вообще. Да, это смешно. Уимен фон сайдс икс икс смол. Я не знаю, на самом деле, его лозунгов по ограничению прав женщин. Видимо, какие-то есть. Видимо, есть. Не, я думаю, там ничего нет, просто они, как обычно, думают, что республиканцы жесткие парни. Ну, может. Он не будет против себя писать, что я там ненавижу тех, тех, тех и убью всех тех. Ну, стоп. Про мусульман, про иммигрантов это он говорил. Ну, хорошо. Я, возможно, сейчас знаешь почему? Потому что вся политика республиканцев направлена вот на эту тему. Давайте мы, наоборот, уберем всех. Ну, да. Национально ориентированное. Не нацистское, но национально ориентированное. Да. Мигрантс undокументед, именно те, которые идут еще с двумя павочками практически по бэму. Position reality в bottom минус 2000 километров. Типа выселить всех нахрен, кто не задокументирован. А сейчас-то у них position absolute с Обамой. Да, причем прям везде. Топ 50% да, в центре. А причем нет, топ 0, left 0, bottom 0, right 0. Короче, полностью по всей Америке. Press speak none. Ограничить свободу прессы. Policies perspective none. Никаких перспектив в свободах. You say after content absolutely ruined. Ну, короче говоря, он присоединяется к хайпу, так скажем, дизайнеров против Трампа. Ну, собственно, никто и не ожидал, что дизайнеры и прочие... Поддержат. Прочие меньшинства будем говорить. Да. Они будут за демократов голосовать и тут как бы это ни для кого не явилось ничем. И то, что они будут хейтить того республиканского кандидата, который выигрывает праймерис сейчас там в каждых штатах практически, то я думаю... Ну, кстати, я вот сейчас даже раз, может, такую тему затронули... Да, раз, опять же, раз мы затронули такую тему. И даже не то, что против Трампа и там никого-то не поддерживают. Когда мы были в Америке, мы, в принципе, видели и черных, и латиносов, и кого только не видели. И, в принципе, кто нормальный человек, тот нормальный человек. Кто ненормальный, тот не нормальный. Так и белые тоже. Не, ну тут же видишь migrants undocumented. Нормальных-то, кто уже там обжился, их не особо. Ну да. Хотя, может быть, не дай бог они скажут, что они мусульмане. Кстати, да. Я, кстати, не знаю, мексиканцы, а не кто. Они вообще, наверное, язычники. О-о-о, напишите в комментариях, если вы мексиканец. Или, если вы язычник. Следующая тема, одна из громких. Год без jQuery. А хрень, а у нас что-то было же уже год без чего. JavaScript-а чувак выключал. Да, чувак неделю без jQuery или месяц просто весь JavaScript. А тут год без jQuery. Блог We are Colony. Видимо, это компания. И Патрик Кунка, лид фронт-энд-девелопер в ней. Такой молодой чувак. Угу. Но у него... Представляешь, если он Кунка, это у него ник в контре. Кипка. Да, Кипка. Он русский, на самом деле, и транслитом пишет ник себе. В одной из серий элементарий был злодей, серийный убийца, похож на него. Хорошо, это он. Возможно. И, так скажем, эпиграф, бросаем рабочую лошадку из нашего фронт-энда в 2014. А, точнее, бросив рабочую лошадку в 2014 мы пришли к более быстрому и прозрачной платформе. Понял, да? То есть, это он намекает, что он... Просто круче стал, что он не жалеет. Это не то, что он эксперимент прям социальный провел, сейчас он вырвется и все jQuery на страницу прям подключат. Нет. Он все-таки по полной, по вене jQuery себя пустит. Так. Я, говорит, вот в We're Colony поступил в 2014, летом начал работать и спустя полгода мы решили, что нам надо большие фичи как-то имплементировать и из-за этого тесно стало на страницах, видимо, jQuery. Но они, говорит, типа, мы решили большинство нашего кода как-то оптимизировать и одна из одна из оптимизаций коснулась того, что мы выкинули jQuery нахрен. Мы, говорит, уже делали в тот момент несколько микропроектов, в которых был только Vanilla JavaScript, как его принято называть. Но, говорит, это была самая первая крупная такая UI Heavy Application, в которой прям реально много было бы зависимо от jQuery, но мы решили делать без него. И, говорит, на самом деле я, говорит, в тот момент уже был тем чуваком, который практически внутренний стыд чувствовал, когда писал уже доллар, скобочки. Так. То есть ему прям хреново было, говорит, я давно уже искал возможности попробовать тупо ванильный JS без jQuery. Ну, говорит, в принципе, через 18 месяцев с тех пор, как он это попробовал, то есть сейчас, он узнал, что вообще он, типа, я многому научился в чистом JavaScript, я прям вырос как разработчик, и он давал в Лондоне на конференции FrontEnd London презентацию how not to use jQuery. Так. Типа, как не использовать jQuery. Он уже практически как от курения отказывается. Практически как закончить с jQuery и начать жить. Так. Но он говорит, вообще, на самом деле, я понял, что ECMAScript 6 в принципе нас спасет от jQuery. Но забегая вперед, скажу, что они не используют ни бабель, ни транс, хрен не помню, как называется вторая штука, которая компилирует ECMAScript 6 в ECMAScript 5. Они пока используют ECMAScript 5, но уже просто с нативными методами без jQuery. Ну так вот, он говорит, вообще, на самом деле, конечно, непонятно по поводу E, то есть он здесь будет говорить, что, вообще, говорит, почему вообще убрать jQuery? Ну, во-первых, говорит, быстрее грузится, хотя, опять же, тут недавно выясняли, ну, всего 400 килобайт. То есть, это же даже сама библиотека, в смысле, 400 килобайт, но дерьмовый код, написанный на jQuery, может удлинить прям очень сильно. Угу. И поэтому, плохо не само подключение jQuery, а костыли, которые потом на нем написаны, скопированные со стек оверфлова. Ну, говорит, вообще, отказ от jQuery и от DOM-манипуляции позволило ему лучше понять просто браузеры и их API. Вообще, это абсурдно, довольно-таки, то есть, мы всегда стремимся вот в OOP, вообще, для чего OOP нужно, чтобы сделать дополнительный уровень абстракции между нами и машиной, чтобы нам было понятно, все разложено по полочкам, каждый класс, у него есть там свойства, методы, и мы удобно класс как книжку открываем, там оглавление, смотрим метод, переходим на страницу, смотрим, что в этом методе хранится. А он нам здесь говорит наоборот, лишние абстракции не нужны, потому что мы удаляемся от машины, мы перестаем думать как машина, из-за этого наш код становится неоптимизированным. И эта палка о двух концах, вот пишите в комментариях, как вы считаете, нужны ли, ну, собственно, он сам ответил на этот вопрос, а не просто другую абстракцию написали. Надо не удаляться от машины, писать на ассемблеве. Ну, да, ну, можно всегда, конечно, так утрировать, но тем не менее. Он пишет, что вот, типа, мы перестали поддерживать E8, и поэтому можем наконец-то использовать методы query, selector, all matches, next element sibling, add event listener и так далее, которые только вот с E9 появились, так скажем, нормально везде поддерживаются. На самом деле, конечно, на некоторых, типа, element class list есть еще не consistency. Именно у этих, у майкрософтовских браузеров, но, говорит, хрен бы с ним разобрались, типа. Так. Он говорит, вообще, говорит, в jQuery есть, кроме дом манипуляций, всякие прикольные штуки, типа, аякса и анимаций. Угу. Ну, говорит, тем интереснее было написать свою хреновину вместо jQuery для аякса и анимаций. Отлично. Вот, он говорит, ну, helper functions, мы, говорит, написали свою абстракцию, age ее назвали, вот не долларик со скобочками, а age. И он привел несколько методов, которые он написал, age children, например, который выбирает просто всех children и в объект, ой, в объект, в массив их закидывает. То есть, смотри, selectors, children, children, child selectors, temp id. Вот, говорит, мы передаем функцию элемент и селектор, который ищем внутри этого элемента. То есть, грубо говоря, первый параметр это в children в айдишнике div найти там импуты. И мы передаем первым параметрам div, а вторым импуты. Так. Он говорит, если вот, типа, у элемента нет айдишника, ему присваивают такой вот темп айдишник, просто, чтобы удобнее было распарсивать. И говорит, в selectors, он берет селектор, сплитит именно массив, который передается оттуда и через запятую их выделывает. Selectors хранит. После этого смотрит while selectors length, добавляет в массив child selectors с айдишниками, то есть решеточка, темп и непосредственно крышечка, вот, типа, встроенный, ну, как-то дочерний селектор, прямой, прямой дочь, прямой предок, наследник. Так. Запутался, но вы поняли. И подтягивает из массива selectors попом. Именно. Попом? Да, именно попом. После этого он запрашивает через query selector all child selectors и через запятую их тоже выставляет. после этого удаляет айдишник возвращает массив children. Ну, такое, как бы сказать. Ну, короче, написал. Вместо того, чтобы каждый раз этот цикл прогонять, сделал closest parent выбирать ближайшего родителя. Тоже у элемента по такому-то селектору включать или не включать себя. Например, здесь у него есть третий параметр булевский. Индекс. Какой индекс у конкретного селектора в том-то элементе? То есть returns the index of a given element in relation to its siblings. Допустим, у нас есть div и там пять div подряд и нам надо понять в каком div у какого div там класс такой-то. А это третий div по счету. Вот такой ему нужен периодически. Ну, на самом деле вот closest parent мы когда в 2014 написали, мы не знали, что потом появится нативный метод closest и через scope или через scope можно вывести все children и псевдокласс такой. Ну, они еще не везде поддерживаются, поэтому хрен бы с ним. Написали и написали. Еще он написал метод extend и который по аналогии с jQuery с кем extend к объекту добавляет свойства в первом JSON объекте. Первый параметр это свойства или параметры. Второй метод. Здесь он дальше покажет просто пример. Ну, здесь я не буду приводить, потому что он длинный. Вот циклы. Очень часто мы в jQuery используем циклы в том смысле, что когда мы возвращаем вот такой доллар массив, то есть контейнер children item, по факту нам возвращается массив из этих айтемов. И если мы этот items.hide, то он каждый из этих айтемов скроет. Ну, мы все понимаем, как это работает. А в ванильном JavaScript приходится свой цикл писать. То есть, допустим, есть у нас массив. Я думаю, да, в jQuery так и написано. Да, естественно. Но нам надо по каждому пройтись и у него дисплей сделать none. Окей. И он говорит, мне это помогло лучше понять циклы. Ну, блин, он просто изучал JavaScript, как бы, все нормально. И просто и программирование. То же самое с событиями. Мы, типа, просто на onclick делаем у такой-то кнопки такой-то callback, а с addevent listener все, типа, ничуть не сложнее. Мы делаем клик, function element, там, у элемента все, хоп, проделываем class list addeactive. То есть, даже, говорит, не сильно больше кода становится, но зато ему понятнее. И он пишет на самом деле, что, когда мы спускаемся на более нижний уровень API, и он настолько, типа, красиво и четко выглядит, что это нас заставляет весь наш остальной код делать более простым, понятным. Да, потому что тупо будет, если у тебя одна хорошо расписанная функция, а другие все на jQuery забыдлены. Да, да, и он и пишет, что вот здесь большая цитата the low-level nature of work хорошо, низкоуровневая природа работы с домом напрямую через API скорее всего вас вдохновит на то, чтобы сделать эффективным и другие части вашего кода. Знаешь, что мне кажется, что люди, которые уже переработали для себя jQuery и превратили его в vanilla JavaScript, они могут уже пользоваться jQuery, уже не забыдлят, потому что они уже понимают, что за что отвечает. Он это в конце скажет, что в принципе как бы хрен бы с ним, это ж не проблема самой jQuery, хотя это 400 килобайт, есть уже давно урезанные версии jQuery, только дом, только AJAX, для тех, кому надо, то есть реально это не пустой звук, чтобы все эти анимации выпилить, потому что для анимации все уже используют или GSUP с SVG, или Velocity какой-нибудь. Здесь он, кстати, об этом пишет. Ну вот он пишет у Behavior Extend, и он пишет, что вот есть свойства, а есть именно методы, functions, туда-сюда, и он говорит, у нас есть небольшой парсер, который после того, как дом весь прилетает, про все элементы смотрит из Query Selector All, который запросили, и пишет у них атрибут Data Behavior Slider, типа, к чему относятся, так скажем, какое будет поведение в будущем у этих элементов, типа, кэширует это, чтобы в будущем очень быстро к ним обращаться. Есть какой-то Data Behavior Slider, значит, все к нему туда-сюда. И кроме этого, кроме Data Behavior атрибута, есть Data Ref, то есть Reference, и он пишет, что Data Ref Slide, и опять же, кэширует те, которые будут для Behavior Slider использовать. Ну, короче, у них при инициализации приложения происходит такой background асинхронное кэширование, и потом все взаимодействия очень быстро работают только благодаря тому, что уже все сделано. И это, типа, с jQuery так долго делать и не нужно, потому что там ты каждый раз как раз это и запрашиваешь, но зато работает, типа, быстрее. Я сейчас вот вспомнил о наших слушателях и понял, что у них, как обычно, возможно, каша в голове. Но мне очень многие люди пишут, что, да не только мне, мне в Телеграме, но иногда и нам в комментариях, что слушают по дороге наши подкасты где-то. Ну, давно писали, что в метро слушали. Вот мне просто интересно, как разработку слушать в метро? Напишите в комментариях, если вы тот самый человек. А скачивайте себе просто на смартфоны видео с YouTube и не парьтесь. Ну, это вот на Android легко, а на iPhone надо конвертировать. Задолбаешься с YouTube и себе скидывать на смартфон. Согласен. Не, ну, да. Да, купите себе нормальный мобильный интернет и смотрите видосы прямо в телефоне. Пусть вас укачает. Я вот не могу в маршрутке долго в телефон смотреть, меня тошнить начинает. Это, видимо, я просто наши подкасты не пробовал смотреть. Так бы мне хорошо было сразу. Да, но он пишет, какие еще библиотеки они используют. Velocity для анимации, iScroll для горизонтальных слайдеров, Q для промисов. И у них очень много всего синхронного, поэтому много промиса. И поэтому он пишет, что ECMAScript 6 мы не используем. Мы все еще используем ECMAScript 5 и вот кучу разных библиотек. И эта куча разных библиотек, на самом деле, я думаю, весит примерно столько же, сколько jQuery. Хотя многие из них не заменяют jQuery, а просто он уже там дальше рассказывает, что они еще используют. Но вот да. И просто он радуется, что простой API, простите за тавтологию, он простой. Вот такая тема. Ну ахренеть, чувак, конечно, познал JavaScript сильно. Ну, 18 месяцев познавал. То есть это же не то, что он за день все это сделал. Такое. Следующая тема WebCrunch на Medium написал. Продвинутые CSS-селекторы, о которых вы никогда не знали. Такой желтый заголовок, беспонтовый. И самое главное, контент такой, как я писал в 2013 году еще на блоге LuzLol.me, который уже не существует сто лет назад. Так. Но это смешно. И он говорит, вообще, очень много есть селекторов, которые прям прикольные и позволяют нам делать всякие выборки без JavaScript. Вот, например, селектор $ равно это атрибут, который заканчивается на. И вот тут ID $ равно MyDiv. Типа любые дивы, у которых ID-шник заканчивается на нижнее подчеркивание MyDiv, будут выбраны. Но это давно уже всем известно. Просто смешно даже о таком говорить, но тем не менее. То есть вот... Можно распечатать себе, не забывать про это. Согласен, согласен. А можно просто, ну, как бы работать и использовать. Ну да, тоже вариант. Кроме этого, он пишет, что есть начинается with, то есть крышечка равно. Это именно в начале. То есть все, что начинается с MyPanel, неважно, какой ID-шник в конце, тоже там что-нибудь. Contains, это в середине. Звездочка равно. Практически поцелуйчик, только наоборот. Ну охренеть, вот я Contains знаю в... А нет, в MySQL не так. Ладно, дальше идем. Ну так вот. Для чего уже давно я видел всякие гайды это используется? Например, для ашек, которые заканчиваются на там, точнее, в которых есть Twitter.com, что типа ссылки на Twitter, вот для них, хоп, и у псевдоэлемента before картинку Twitter подставить. Или совместить псевдо-селектор not, типа не, и типа ссылки не с доменом там uwebdesign.ru на uwebdesign.ru У них сделать символ внешняя ссылка. Типа, чтобы люди знали, что есть внешние ссылки, а есть перелинковочка внутренняя. Вот я давно такие гайды читал, опять же, еще там 2012. Уже использовали эти селекторы. equals равно, но тут совсем, если класс равен конкретно 3453 mydynamic diff, то вот ему предстоит. Ну это тоже, вот че это смешно, равно, то есть давно уже все знали. О, здесь он даже памятку в конце делает, то есть прямо у них такая познавательная стадия. Это интересно. все в доклассы, хувер, ховер, актив, фокус, visited, checked, first child, last child, все их знают. Вот говорит, есть not, но я уже сказал, который не x там, или там, not highlight, то есть, лишки, у которых нет класса highlight, можно и так сделать. Not disabled, который в квадратных скобках, у которых нет атрибута disabled. First letter, все мы это знаем, можно первую букву параграфа сделать там красный, большой и так далее. Делать буквицу, эмулировать с помощью этого. А еще если сделать p first child, first letter, то только у первого параграфа это будет и прямо вообще полная буквица. First of type, ну кто это не знает, первый артикл у этого родителя. То есть, это артикл. Last of type, соответственно, последний. Ну, говорит, вот такие вот мы узнали продвинутые CSS селекторы, бла-бла-бла, читайте нас на WebCrunch март 2016. Такое ощущение, что статья марта 99-го, ей богу. Не 99-го, я утрирую, но года 3-4 этой статьи, я поэтому по ней так быстро пробежался, что ну это просто смешно. Ну да, но для тех, кто только начинает, я думаю, в принципе, будет полезно. Твиттер, между прочим, часто пастит. У меня вот они во вкладке открыты, у меня там постоянно новые твиты у них какие-то. Сами твиттер, твиттер. Да, да, после PewDiePie уже два твита было. Хорошо, но у них же день рождения, они могут себе позволить. Могут, согласен. Переходим дальше. Переходим в раздел соцки и сего, как она у нас называется. Так вот, у нас мостик из-за разработки. У нас обычно, знаешь, мостик, у нас и будет сегодня еще мостик в WordPress, а сейчас из-за разработки идем в на Хабар-Хабар. Баду перешли на PHP 7 и сэкономили 1 миллион баксов. Так звучит название статьи. Так вот, здесь сразу у нас Барт Симпсон. Гомер. Гомер, простите. Барт, он должен на скейте ехать. Да. Да, Гомер Симпсон радуется, уху, лям сэкономили. Мы сделали это, пишут чуваки. Несколько сотен наших аппликейшн серверов переведены на PHP 7 и прекрасно себя чувствуют. Так вот, чуваки пишут, в общем, статья в принципе о том, что просто они перешли на PHP 7 и у них все круто. То есть, самое главное, что здесь ключевое слово 7. Ключевое слово 7, потому что они пишут. Так вот, сейчас, немножко зачитаю вам. Насколько нам известно, это второй переход на PHP 7 проекта такого масштаба после Etsy. В процессе мы нашли несколько... Ты, кстати, знаешь, что такое Баду? Я вообще первый раз слышу. Нет, это что-то китайское. Да? Это какая-то чуть ли не китайская соцсеть. Вот давай загуглю я прям. А почему чуваки на русском пишут? там русские программисты работают в Китае? Соцсеть знакомств, поддерживающая много языков. Однако, сама компания зарегистрирована на Кипрюх. Ё-моё. А головной располагается в Лондоне. Причем здесь Китай? Видимо, мы с тобой путаем с какой-то продажей типа Алиэкспресса. Может быть. Социальная сеть Баду работает фактически со всеми странами мира, но наиболее популярна в Латинской Америке, Испании, Италии, Франции. Где-то нет Китая. Ну, короче, такая соцсеть, я, ну, идея принадлежит Андрею Андрееву. А, ну всё. А он уже запустил в ноябре шестого года со штаб-квартирой в Лондоне. А, хорошо. Так вот он пишет, а теперь ура, благая весть для всего PHP-сообщества. PHP 7 действительно готов к продакшену, ну раз они смогли перевести. Стабилен, потребляет значительно меньше памяти и дает очень хороший прирост производительности. Ниже мы подробно расскажем, как мы перешли на PHP 7 с такими трудностями, с какими трудностями столкнулись, как с ними боролись и какие результаты получили. Начнём с небольшого введения. Ну, он пишет как бы небольшое введение, что в принципе там PHP не 7 там, хуже, чем вообще все. он пишет вообще, что в каком году это вышло, что в 15-м году вышел PHP 7. Охренеть, время-то летит в 15-м году. Вот, ну он пишет, что старались как-то под старые PHP немножко всё-таки ускорить и ХХВМ, вот эти хип-хоп виртуал мэшн, да, которые сделали в Facebook. Вот это КПХП во Вконтакте, то есть что-то там... А, они даже и КПХП пробовали? Ну, видимо, да. Нет, он говорит, что такие подделки появились. Подделки. понятно. Ну, ХХВМ, они реально пробовали и он пишет, что говно. Да, дальше идёт раздел про то, что он пишет, что мы сначала попробовали опыты с ХХВМ. Так вот, они попробовали перед тем, как полностью пересесть на PHP 7, вот эту хип-хоп виртуал мэшн, поиграться, как мне сейчас мне нравится, и он выделил несколько недостатков хип-хоп виртуал мэшн. Сложный и медленный диплой, неудобство тестирования, совместимость хреновая с PHP 5. 5. Угу. Перспективы хреновые. То есть, перспективы полностью зависят от сообщества фейсбук. мы это говорили уже неоднократно в подкасте, что тут хрен пойми, как закончится это всё. Да, то есть, стоит ли пересаживаться на хип-хоп виртуал мэшн, если полностью им управляет фейсбук. Так вот, и мы стали ждать PHP 7, он пишет, из-за этих недостатков. Переход на новую версию интерпретатора важный и сложный процесс, поэтому мы готовились к нему, составив чёткий план перехода. он состоял из трёх этапов подготовки, то есть, если вы хотите свой сайт про мебель перенести, вот смотри... Или про двери, мне почему-то про двери придумалось. Про двери, да. Изменение инфраструктуры для сборки диплоя PHP и адаптация множества написанных нами расширений, первое. Изменение инфраструктуры и окружение тестирования, охренеть. Изменение PHP кода приложения, то есть, вам надо будет переписать нахрен код. Ну, не весь, но изменения это ж не переписать, это ж не кардинальные изменения. Так вот, дальше тут куча всего на самом деле. Тут очень смешно, если немножко промотать, он пишет прямо, что он там менял, звал, назвал, да, и чарно сэндстринг, все хорошее, изменение API массивов и так далее. Просто почитайте, кому интересно, реально, он пишет, что, он пишет, что многие люди жалуются на работу с памятью PHP. И он говорит, что, вот ни хрена не так, в PHP 7 охрененно, охрененно реализована работа с памятью. То есть, он прям говорит, что, блин, то есть, реально, они сэкономили, он говорит, что, если, в принципе, плохо написан код, ну, или, если он кривой код изначально, то есть, там, на PHP 5.5, то есть, плохой код, реально, то, кроме того, что у вас кластер подыхает, кроме этого, у вас подыхает все, и проц, и оперативка, ну, на вашей ВПС, и вам уже ничего не поможет. То есть, вы не можете здесь как-то усилить, грубо говоря, кластер, то есть, саму память, вам надо будет усилять все, а вот с хорошей, с хорошей производительностью у вас все летает. И он говорит, что PHP 7 с этим, ну, у них, блин, у них сильный Enterprise, то есть, это уже не просто сайт про мебель, а реально, у них там каждая функция, она роляет на десятки тысяч процентов. потому что очень много запросов к каждой функции, опять же, то есть, из-за количества пользователей, да, ну, и тут он приводит охрененные диаграммы, распределение времен ответа, как у него там скачки, какие обращения, там, в общем, до свидания. Там по вечерам, в субботу, в воскресенье и в понедельник больше всего сидят. Ну, в общем, жесть, почитайте, кому интересно, просто действительно такая глубокая статья, и там очень много комментариев, то есть, там чуваки, видимо, опровергали, что все говно, пишите на том-то, на том-то. Да там просто что-нибудь, там все равно PHP говно, там, ну, там чуваки какие-нибудь с Java пришли и всех утерли, как обычно. Да, только это смешно, потому что, ну, да, тут еще кто-то написал, вы не сэкономили один миллион и потеряли, так как теперь есть 300 лишних серверов. Прекрасно. Хорошо, следующая новость от Яндекса, точнее, а новость, самая прикольная, что она на Яндекс.Блоге, как бы, но вообще-то это вопрос от пользователя. Самое еще прикольное, что нам это в наших комментариях кинули. Охренеть. В прошлый раз мы говорили про HTTP 2 и про то, что можно переходить, нам сказали, чуваки, вы не пугайте народ, не надо переходить, потому что... Так вот, потому что конкретно Яндекс хреново индексирует сайты на HTTP 2. Не индексирует вовсе, я бы так сказал. Да, да. То есть здесь в клубе Яндекса тема использования HTTP 2 поддержки HTTP 2 Яндексом. Чувак пишет, здравствуйте, оказывается, работа Яндекса на данный момент нормально не поддерживает протокол HTTP 2. Роботы, да. Неделю назад обнаружили эту проблему и сегодня все-таки пришлось временно выключить этот протокол у себя на сервере после многочисленных попыток решить проблему. Из проблем, с которыми я столкнулся, в Яндекс вебмастере не происходит индексация сайтов, то есть вообще все. Практически как заблоченный робот с текстом. Который, кстати, он видит пустым. И не видит загрузить, фу нахрен. Не видит сайтмап XML, да. Яндекс Метрика периодически сообщает о недоступности сайта. Яндекс Директ невозможно добавить рекламную кампанию. Короче, все хреново. Я помню, у нас было время, когда хостинг работал плохо, короче, в какой-то момент. По-моему, реально, как будто кластер, один шарит этот вот кусочек. Когда мы еще были не на пятнадцатом сервере, а на двенадцатом или тринадцатом, который сгорел. Там дикая история. Да, очень давно на смарт-эпе, короче, практически с самого начала смарт-эпа, было все плохо, и было все плохо. Самое главное, Яндекс нам очень сильно орал об этом, реально. Метрика каждый раз на мыло присылал. Чуваки, ваш сайт недоступен уже там 7 секунд. Да, я думаю, с HTTP 2, да, там прям по секундному. Да, да, да. Да, вот HTTP 2, я думаю, тоже та же самая история, сразу будет все там предупреждение и так далее. Ну и вот, и тут, собственно, тетенька, я так понимаю, она как-то относится к разработке вот этого всего, всего модуля, вот этого всего. Она отвечает, простите, пожалуйста, за задержку с ответом. Ну-ка, кстати, когда она? 14 марта, а он написал 14 марта, 15.02. Охренеть, 30 минуты, и за это еще извиняются. Чего-то они... Так вот, HTTP 2 мы пока действительно, увы, не поддерживаем. Хотя и планируем это сделать. Сейчас единственный вариант для включения поддержки протокола это перевести на HTTP 2 всех посетителей, кроме индексирующих роботов и роботов сервиса. Тогда пользователи будут использовать HTTP 2 уже сейчас, а на индексирование и работу инструментов это не повлияет. Ну это надо веб-сервер сильно ковырять и заставлять... Там чувак с сигаретой уже... Ну че, надо ковырять? Не будем сегодня HTTP 2 ковырять или нет? Да, ну короче говоря, вот... Просто я посчитал нужным, раз уж мы в прошлый раз сказали, что пора переходить, сказать в этот раз, что похоже, еще не пора. Ну да. Ну только если у вас не западный какой-то проект, типа BADU. Хотя я думаю, BADU, они на России тоже ориентируются, раз на хабре пишут пост. Давай дальше. Да, следующая новость от подписчика Алексея Атаманова. Он нам до хрена новостей все время про уязвимости выкладывает. И вот какие-то из них даже попадают в подкаст. Алексей, спасибо. Алексей, спасибо. Троян Ace Deceiver Атакует iPhone и iPad без Jailbreaker. Окей. До сих пор слабые места технологии Fairplay преимущественно используют для распространения пиратских iOS-приложений. Однако на днях компания Palo Alto Networks сообщила об обнаружении Ace Deceiver первого вредоносного ПО используя Fairplay для инфицирования iPhone и iPad. Fairplay это случайно не в тачку ставить телефон? Нет, это Carplay. Fairplay это именно технологии. Хрен пойми, что она сейчас звучит. При установке фальшивой утилиты управления запускается атака с применением технологии незаконный посредник, которая крадет коды авторизации и использует их для установки инфицированных программ на любом iOS-устройстве подключенном к системе. Короче, то есть все плохо. В отличие от других атак на iOS, это не направлено на девайсе, прошедшие через Jolly Break. То есть здесь не только те, которые хакают свой телефон, и не только чуваки, которые любят какие-то анимации на CD настраивать, а здесь все вообще подвержены этому дерьму. Fairplay это DRM, то есть защитная технология, разработанная компанией Apple, основанная на разработке компании Veridisc. Она включена в мультимедийный программный обеспеченный QuickTime, используется в iPhone, iPod, Apple TV, iTunes, iTunes Store и App Store. Раньше все песни из iTunes Store были защищены этой технологией. Также этой технологией защищаются приложения, книги, фильмы и другой контент. Короче, через само нутро Apple зашли. Так вот, известно, что Apple уже удалила эти привилы из App Store. Вот как они только добавляли, мне интересно, как они опрували, так скажем. Ну, тут как в американских судах, пока нет прецедента, они не знают, что можно убить граблями сзади и там незаметно и при этом с добрыми намерениями. Да, поскольку они были нацелены на китайских пользователей, мониторинг App Store на вредоносные программы в Калифорнии трижды не мог вычислить такое ПО. То есть, они там в Калифорнии не знали, что там происходит. Ну, так потому, что Palo Alto Networks. Да, потому, что сотрудники Palo Alto Networks сообщили Apple о проблеме еще в феврале. Правда, пока неясно, найдено ли ее решение. То есть, непонятно, закрыли дыру или нет. Для того, чтобы не подвергать свои устройства риску, пользователям не рекомендуется устанавливать IC Helper. Не надо устанавливать IC Helper, пацаны, и другие аналогичные приложения. Смешно. Мне кажется, уже давно на телефоне ничего кроме Твиттера не было установлено. А IC Helper не ставишь? Удалюсь. Хорошо. Так, следующая статья очень прикольная. Практически просрач. Практически мостик, только мостик будет следующая. Мостик следующая, а это такой, я даже не знаю. А это мостик к мостику, потому что они примерно об одном. Да. Статья о том, что больше разработчиков используют OS X, чем Linux. Говорит нам опрос на Stack Overflow. Угу. И здесь сразу картиночка, скриншот как бы с опроса Stack Overflow в 2016 году Mac OS X 26,2. Тут на самом деле проценты смешные, особенно дальше будут, там 146% будет, но тем не менее, здесь процентовка, я так понимаю, из 100% все-таки берется. 26% это Mac OS X разработчик. Дальше Windows 7 22,5%. Дальше Linux 21,7. Ну как бы Windows понятно больше, потому что если сложить все проценты, Windows 7, Windows 10, да, конечно, больше разработчиков на Windows, но все-таки на Linux меньше даже, чем на Mac OS X. Да, то есть тут Linux-то тут точно все дистрибутивы сложены. Хотя казалось бы, разработчики, да? То есть скорее всего многие какие-нибудь индусы сидят на... Да индусы на винде сидят. Есть шанс, что Linux разработчики, они не проходят даже на Stack Overflow, они и так все знают. Ну кстати, да, да. Ну это такое, конечно, это знаешь, смешно так думать, но... Нет, возможно нет, реально это как бы... Я думаю, это в пределах статистической погрешности. Я больше чем верю, что не существует вот этих суперменов с бородами в свитерах, это так. Army причем целая. Да, не существует. То есть они бы не перегнули процент никак в свою сторону. Конечно, ну есть некоторые люди, которые там... Вот я, например, сам на Stack Overflow вот ну не очень сижу, хотя иногда нагугливаются оттуда какие-то вещи, но вот не то, чтобы прям вот... Мне просто кажется еще, что люди, которые сидят вот в узконаправленных темах на Stack Overflow, они все равно могут быть как бы такими задротами, будем говорить. То есть ничего не мешает тебе написать, что это узконаправленный на Stack Overflow и какой-то такой же чувак задрот тебе поможет. Нет, понятно, что это не клеймо, если ты на Stack Overflow взяли, это не значит, что ты говнокодил. Не знаешь, что ты jQuery скрипты копируешь? Конечно, конечно. Короче, дальше пишут, что все-таки Android среди мобильных разработчиков больше рули, 61,9... Да, 61,9 процента. Вот, по сравнению с iOS-ом. Я так понимаю, именно Swift, что типа не очень используются разработчиками, поэтому iOS всего лишь 47,5. Как-то опять же, я так понимаю, остальные процентики это... Подожди, 47 плюс 61 все-таки больше, чем 100, да? Да, ну ты же понимаешь, что некоторые и на том, и на том пишут. Я думаю, тут были не радио баттоны, а чекбоксы. Можно было оба ответить. Можно было оба, да. Самый любимый Rust 79,1, казалось бы. Это к вопросу о том, кто там на Stack Overflow проходил эти... Пацаны на Rust, которые пишут. Там все, которые на Swift. F-sharp, функционал, Каптор, скала, супер, это из Баду люди, может быть. Хотя нет, стоп, у них PHP, да. Clojure, React, Haskell, А React это язык, да, у нас теперь? Ну, кстати, да, это же... Смешно. Haskell, Python, C-sharp, Node.js, как-то последний. Тоже язык. А почему-то утратил он как-то свою... Ну, он не так любим теперь. Былую мощь. Кстати, о том, что нелюбима следующая тема. Следующая тема, которая мостик в WordPress, потому что она находится на WPTrend.com. Что-то уже как бы будто привычка у меня уже с WPTrend читать. А я тебе подсовываю специально. Подсаживаешь. Stack Overflow Survey, Results, Show WordPress is training up. Ну, короче, говорят, что WordPress теперь начал рулить. Опять же, по тому же опросу Stack Overflow, который я, так понимаю, среди разработчиков как-то сильно вкидывался. Ну, а как... Окей. Всплывал. Всплывал, заходишь. Да, короче, здесь сначала как бы occupation developers узнавали, кто вы все-таки. Так. И, короче, 28% это все-таки Full Stack веб-разработчики. Да. Евангелисты и т.д. и т.п. Причем есть студенты. Это кто? Студенты, это как, знаешь, шутка была раньше. Пол мужской, женский и не определился. Вот студенты это не определились. Студенты, это чего? Возможно, чуваки, которые еще учатся. Ну, конечно, что-то учатся. Да, они, видимо, еще не могут сказать, я все-таки Full Stack или я Backend. Мы, кстати, в прошлом подкасте, если вы не слушали или случайно пропустили... Это, кстати, нехорошо. Это карается, конечно, по закону, но у нас была большая статья, мы разбирали про Full Stack, почему не круто быть Full Stack и почему круто углубляться в какую-то тему. Я вот что-то хотел сказать про студентов. Так вот, студенты, да, это чуваки, которые все пробуют и потом, может быть, когда-то определятся и выберут для себя что-то. Ну, мужской, женский не определился, да. Да, Mobile Developer 84%, то есть все меньше и меньше. Desktop Developer, то есть чуваки, которые делают какие-то приложения для десктопа, то есть это вообще хипстеры на Delphi пишут. Ну, как бы, конечно, на C Sharp, да. ВПФ, все как надо, но тем не менее на Delphi, да. Frontend в Web Developer это как бы такие чуваки, которые только верстают, как я понимаю. Ну, нет, ну, Angular это тоже типа считается Frontend. То есть к тебе прилетают данные, ты их уже раскидываешь, все там придумываешь, да. Да, ну и другие. Следующий опрос был про то, что типа Diversity, это типа что? Я понятия не имею, сейчас посмотрим. Это наша подготовка знаменитая. Знаменитая подготовка Diversity. Разнообразие. Окей. Как нам поможет это? Нам никак это не помогло, короче, опрос про то, что, видимо, чуваки типа выбирали, кем они... Просто им нужно разнообразие в их работе. Да, и я так понимаю, большинство это Product Manager. В смысле, понимаешь, это процент Product Manager, в котором нужно разнообразие. Engineer Manager, разнообразие. Короче говоря, фронт-энд-девелоперам не так важно разнообразие, как Product Manager. А мобайл-девелоперам, которые на Android, они там, видимо, уже вообще не... Ну, они в узких... Они привыкли в рамках SDK работать, что им Apple и Google разрешили, то они и делают. Поэтому им разнообразие, как бы, и уже и не хочется. Сначала не моглось, теперь уже и не хочется. Там дальше очень хорошо. Следующий опрос про технологии, собственно. Самые ненавистные. Самые ненавистные, да. И там на первом месте Visual Basic, по приколу. А причем на втором WordPress. Но я считаю, что вот эти ненависти, я считаю, что правильно считать вот количество ненавистников, поделить на количество пользователей. Вот этого всего. И ты поймешь, что как бы по сравнению с тем, сколько использует WordPress, как бы ненавистников не так и много. Я думаю, у Visual Basic все равно большой процент будет. Возможно, все, кто использует, ты и ненавидит. Потому что нахрен это все, да, одни и те же люди, да. Ну, надо сказать, что здесь есть всякий MATLAB, но реально там жесть, как бы. Если кто видел MATLAB, там жесть. SharePoint, CoffeeScript, Lamp, Cardova, Salesforce. Salesforce это сервис для UX прототипирования. Хорошо. Странно. Хорошо. Ну и про трендинг. Четвертый, этот. Про трендинг. Короче, там 146% это React, точнее 311%. Это просто охренеть. Ну, я думаю, это по сравнению с прошлым годом. То есть он бомбанул. Да, лайк за бомбануло. Подожди, кстати, лайк за бомбануло, во-первых, во-вторых, Spark это что такое? Я не знаю. Spark, где вжелотмент я пишу сейчас и гуглю. Давай. Потому что следующий Swift, ну как бы Swift, я так понимаю, все популярнее и популярнее становится. Spark это апачевский форк какой-то. Это более крутой апач. А, то есть это серваки уже. Это сервак, да. Охренеть. Cassandra Raspberry Pi. Чуваки на Raspberry Pi как бы любят тему. Node.js, между прочим, все еще в тренде. Он как бы есть. Ну, WordPress тоже как бы, но это такие. Но он растет, то есть он прям неплохо. И он даже больше, чем JavaScript чистый, чем MongoDB, казалось бы. Отлично. Да ну и все, господи, там дальше уже просто... Дальше с хуй Сары Гудинг, окей. Классно, классно. Кто сколько зарабатывает, у кого как меняются приоритеты, это такое, бессмысленное. Можно, кстати, кто хочет, посмотрите весь этот опрос, напишите в комментариях, что вас конкретно заинтересовало в нем. Переходим в разработку, именно в разработку, именно в WordPress. И первая статья на хабре. Нам прям сильно это предложили, попросили прокомментировать. Популярный, да даже в чатике у нас кидали, типа ха-ха, вот там, вот он ваш WordPress, говно там, туда-сюда. Популярный плагин для WordPress содержит в себе бэкдор. Популярный плагин, первый раз про него слышу. Custom Content Type Manager. Короче, как Custom Post Type UI, только другой. Там просто я вижу, что замечен сотрудник компании Sukui. Естественно, они везде рыщут, они, ладно, я сейчас скажу свою конспиративную теорию, или конспирационную. У нас, кстати, была эта теория, но я понимаю, о чем ты, но давай, давай. Да, вот именно. Короче говоря, есть такой плагин, Custom Content Type Manager, и установлен он на больше, чем 10 тысяч сайтов. На самом деле, это не сильно много, то есть там какой-нибудь UASC уже на миллионе сайтов, вот тут всего 10 тысяч. Ну, допустим. Немного. То есть это раз... Ну, да, да. Хорошо, не, возьмем какой-нибудь каких-нибудь дурачков, которые на Team Forest просто вместе с этим плагином сразу свою тему запиливают. А, ну, допустим, есть такие, наверняка. Так вот, и 10 месяцев не обновлялся плагин, и тут вдруг недавно, внезапно вышла новая версия, причем автор даже сменился. Появился новый автор с никнеймом Wu Ranker. Анонимус. Практически. И, ну да, здесь будет про то, что его еле отследили. Добавили файл автоапдейт.php, который способен загружать файл с удаленного сервера на зараженный сайт. Также добавлен cctm-коммуникатор.php, который работал в паре со старым, ранее безопасным файлом данного плагина. Целью этих двух файлов было оповещение Wu Ranker о появлении недавно зараженных сайтов при помощи пинга к его серверу. Помимо сбора информации на зараженном сайте, новая версия cctm перехватывала логины и пароли пользователя. При помощи WordPress отправляйте данные в зашифрованном виде на wordpress.score.com. Тут уже несколько сообщников. Wu Ranker, случайно, не работает в Сукуи? Вот это ты мою теорию как раз воруешь. Так, так, так. В руках, в руках. Так вот, после... Сукури сообщает, что после получения укорядных данных Wu Ranker пытался их использовать. Он вручную попробовал авторизоваться на одном из зараженных сайтов. То есть тут написал супер хрень, а потом вручную попробовал, но безуспешно, так как его владелец изменил URL на нестандартную ссылку. То есть не VP-админ, а какой-нибудь контрол сменил. После неудачи Wu Ranker быстро сменил тактику. Он использовал бэкдор-файл автоапдейт PHP, вынуждал, сайт еще вынуждал, принуждал практически сайт жертвы закачивать, устанавливать файл с точкой PHP, который... C.PHP, который в свою очередь создал другой файл, VP-options.php. Ну, выпорол WordPress, короче, во все дыры. Выпорол по полной, да. Созданный файл должен был изменить изменения позволяли хакеру контролировать действия пользователя над аккаунтами, создание, редактирование их изменений, что позволяло перехватывать данные до их шифрования и красть полученную информацию. Так вот, на случай, если возможности PHP-файла становиться недостаточно, Wu Ranker создал собственный аналитический код на JavaScript, который загружался через плаги CCTM, как поддельная версия jQuery. Этот файл передавал информацию о новых зараженных сайтах на домен donat.js.com. У него еще один сообщник. В дальнейшем команда Сукури использованные в этой атаке домены принадлежали человеку под доменем Vishnudad Mangilipudi, проживающим в Индии городе Андропрадеш, но его данные также могли быть украдены и маловероятно, что он наш хакер. Там на самом деле русский чувак сидел, все нормально. Ну так вот. И короче говоря, хотя Сукури и не первыми заметили странное поведение плагина, в отличие от его пользователей они поняли, что файл автоапдейт является бэкдором, а не простой уязвимостью в безопасности. То есть смотрите мне, не пишите бэкдоры, Сукури вас увидит и посадит. Скорее всего, да. Мы на самом деле видели чувака одного из Сукури прям на презентации, прям руку жали. Согласен, да, были. И как бы там чуваки-то достаточно продвинутые, будем так называть. Тут просто настолько хитрые схемы, что это только они могли сделать. Подставнуха, опять же, чтобы пропиариться. На каком-то говноплагине, который заброшен уже, решили просто пропиариться, что мы молодцы, умеем находить бэкдоры, заказывайте наши платные услуги. Так, хорошо. Интересно, есть здесь в комментариях такая теория? А нет. Там не знаю, кто такие Сукури вообще, и чё там, кто в WordPress. А, Хаббрг, Хаббрг. Тут есть хейтер один, Пилат с ником Пилат. Ещё один гвоздь в гроб бесплатным движком без централизованной поддержки. Теперь перейти на WordPress с обоснованием, он сам обновляется, будет сложнее, так как он действительно это делает. Хорошо. Не, я помню такую тему, было один раз, всё плохо с WordPress, и прям заставляли обновляться, чтобы было, помнишь, была тема прям, что... Ну да, согласен, но это было просто, что PHP-шные функции нашли уязвимость, а она, хотя нет, это была WordPress-овская функция, извините. Да-да-да, там была жесть. Было-было. Ну и, кстати, вот никак-то не запятнувает это пока репутация WordPress-а, пока только Сукури пиарится на этом просто, и всё. Кстати, да, они же и починились. Да, они, возможно, все вдоль из Automatik, и говорят, ну чё, можно, мы уже приготовили ещё парочку, не, чуть-чуть попозже, сейчас пройдёт, пара месяцев утихнет, и можно, нормально будет. Кроме того, что Twitter исполнилось, сколько, 10, ты сказал, лет? Да, 10, этим 5. Jetpack исполнилось 5, ну и тут, 9 марта это ещё было, прям после 8 сразу. Так. Оказывается, в 2011-м Jetpack назывался проект Org Connect на Automatik, то есть с WordPress-оргом. Ага. То есть, ну как бы, смысл-то есть у этого. В 2011-м он был публичная первая версия, всего 5 человек тогда занималось, сейчас больше 50. Ну и просто здесь Джефф нам пишет, что много воды утекло с тех пор, Jetpack разросся, там вообще досвидос, и он, причём, нам даже ссылку предлагает, где нам можно рассказать свои истории, как Jetpack нам помог вообще жить, выжить там, любовь свою найти и так далее. Угу. Вот, и самое главное, они в подарок к тому, что, так скажем, исполнилось 5 лет, купили домен jetpack.com, у них же был jetpack.me, а теперь комовский домен купили, и за 51 тысячу долларов, не просто так. То есть, кто-то раньше держал, там скорее всего была хрень какая-нибудь, заглушка стояла, и они у него выкупили за 51, что-то он ещё продешевил. Есть Jetpack Design в Santa Monica, Калифорния, компания такая, вот у них был этот домен, с ними договорились. А те, возможно, взяли себе дальше jetpack design.com за 3 доллара в год. И не поверили. И они просто всю жизнь тебя будут жить на эти бабки. Ну, 51 тысяча, конечно, всю жизнь хрен проживёшь, только в год уборщик зарабатывает американская. Газпром, 4 миллиона за... Да, нормально. Ну, и здесь интервью с Джесси Фридманом, одним из топовых разработчиков, Experience Advocate в Automatic. Ну, мы не будем его читать. Самое главное, он говорит, что платные сервисы в Jetpack'е останутся прям по минимуму. Ну, я не знаю, может быть, они будут увеличивать количество бесполезного говна, чтобы процентное самоотношение платного осталось минимальное, но зато всё остальное было бы бесполезное. Поэтому вот как-то так. Пишите в комментариях, если вы пользуетесь Jetpack'ом и не можете без него. Да, мы, кстати, сейчас будем 11 неизвестных фишек WordPress'а рассматривать. Это заглавная тема, да, сегодняшнего подкаста, мы на ней прям даже как-то задержимся, хотя не очень хочется. Сейчас очень много говорят про WPRS-TAPI, это эпиграф здесь. Но есть и другие функции, которые нам говорят о том, которые не все знают, короче говоря. Здесь, блин, смотри, у тебя здесь есть в сайдбаре Most Liked Post State of WordPress Education? Да, здесь крутые пацаны сидят. Почему они какие-то... Не хотел видеть, не хотел. Короче, первая неизвестная фича, можно регенерировать пермалинк у поста, нажав Edit, стерев полностью и нажав сохранить. Грубо говоря, удалив, сделав пустой, его перегенерируют на новый. Вау, это как если у папки на винде удалить название, оно прошлое возьмет. Ну, оно прошлое, а тут-то прям новое сгенерирует. То есть, мы сделали My Post Title, сделали My New Post Title, убрали полностью, нажали ОК, и сгенерировалось уже исходя из нового тайтла. Охренеть. Я не знаю, кому это может быть полезно, потому что обычно же все равно мы их придумываем как-то покруче, чем тайтл просто, но тем не менее. Ну да. Можно устанавливать специальные лейауты, исходя из пользователей. Все давно знали, здесь Screen Options нажать, то можно убрать, например, формат Categories, оставить только тайтл и паблиш условно, и все. Ну, кстати говоря, это хрень, мало кто обращает на нее внимание. Вот в курсе, опять же, на 3-хаусе еще когда Зак Гордон был, он рассказывал про эту хрень. Да, причем неоднократно, но я согласен, иногда, знаешь, бывает, включишь миниатюру записи, чтобы поддерживалась, и до этого, ну и как-нибудь она выключена, и вот ее надо в Screen Options включать, или не ее, а что-то другое. Ну, короче, мне иногда прям мешало то, что я не знал про нее, а потом я узнал и уже как-то прям задышал полной грудью. Так. Можно использовать Markdown синтаксис в WordPress, начинать с версии 4.3, ну мы это все знали, что решеточки это заголовки, и в WordPress 4.5, я вам напомню, добавят еще несколько хоткеев, так скажем, там звездочку для толстого, для жирного, точнее, и так далее. Для Chris Akoira это имеешь? Да, я это и имел в виду. Так. Со списками здесь один можно, кстати, здесь звездочка еще и как неупорядоченный список показывается, а как же тогда жирный? По-моему, тоже звездочками, если обрамить. Ctrl K, если использовать следующая, четвертая фича, можно ссылку вставлять прямо сразу, не жать эту кнопочку, добавить ссылку, а как бы вот эту вот всплывающую хрень вызывать именно такой горячей клавишей. Автоматически встраивать WordPress-овский контент, ну тоже какая фича, ну на самом деле конечно высосаны из пальца эти фичи, будем откровенны, но почему бы и нет. В WordPress 4.4 добавили вот такие вот встраиваемые кусочки, мы их даже уже на ювеб-дизайне активно используем. В WordPress 4.5 кстати, их можно будет кастомизировать. Да, да, помню. Шестое, можно базовое редактирование изображений прямо в WordPress сделать, обрезать, если угодно. Тут еще так круто обрезан JS, да, прям практичный пример. Кстати, там 3 House чуть-чуть есть, смотри, вот если на следующем скрине посмотреть, блин, это я, это, торг маг, кто тут автор, похоже, это, спалился. Так там у него и книги по JavaScript, ну да, он, возможно, пиратские книги выкладывает все на сайте. Беда. Седьмая фича, добавить фавыконку теперь можно, но это тоже начиная с какой-то 4.4 или 4.3 WordPress, это совсем недавно появилось, ну, прикольно, почему бы и нет. Кстати, он нам сразу говорит, что можно же еще и обрезать WordPress с кеменетем, туда-сюда, вау. Так. Кстати, если у вас включен плагин типа Resize Images After Upload, по-моему, при обрезании здесь он еще будет сжимать JPEG-ом нормально. Можно создавать меню в кастомайзере, вот такая восьмая фича. Я без комментариев. Кастомайзер отвратителен, я его ненавижу, поэтому то, что там можно создавать меню, это охрененно. Желаю ему смерти, да? Окей. Да, Lockout of your site every... А, нет, у меня Mac App Store открылся, заставляет меня обновить новую бету. Видимо, после презентации новая бета привалилась. Можно сделать выход со всех компьютеров внутри аккаунт-менеджмент, вот зайти на WebDesign.ru своего пользователя и сделать выйти отовсюду, чтобы даже с рабочего компьютера у тебя вышло, если вдруг ты забыл и никто не смог выложить матерные посты у тебя на сайте. Прикольно. Да, на 10-ой 10-ой фиче это Bookmarklet Press This опубликовать, который можно перетащить себе в закладки и потом из любой статьи его нажать и типа у себя на блоге опубликовать. Прикольная штука, так никогда и не попробовал вот так вот нормально, но я помню его еще вот в WordPress 4.2 полностью переработали и там прям практически можно удобно это делать теперь. Не знаю. Save bandwidth ну короче говоря адаптивное изображение наконец-то в 4.4 появилось, как мы помним и если их по понтовому использовать, то все будет круто. Вот такой вот пост от Ника Шеферхоф из Германии. Следующая новость из WordPress как соединить WordPress с Apple News. Джефф нам делится опытом, что несмотря на то, что Apple News запустили еще в сентябре 2015 тогда еще не пускали в программу. Ну то есть только 20 там супер крутых топовых паблишеров допустили. А сейчас могут все зарегистрироваться на developer.apple.com slash news publisher и он говорит мне даже нормально нас подтвердили. Он правда не сказал а несколько недель прошло хренеть. То есть долго. Ну там надо практически внутри показать как у тебя будет выглядеть, логотип залить, полностью записать ссылку на сайт, какая у вас general primary audience, вдруг там только программисты или что-то еще, или там меньшинства какие-нибудь. Какой язык контактный телефон надо между прочим оставить. Он говорит, без этого не работает. И ты где появляешься? Вот Apple News у нас в России все еще не работает. Ну да, то есть в Америке появляешься, а если выставить регион США появляется кнопка на рабочем Apple News в виде газетки. И там прям агрегатор любых новостных лент ты выбираешь несколько своих любимых и потом ты в них жмешь и как в Твиттере просто последние новости с этих лент читаешь и все. Прикольная штука. Понятно. Ну вот типа мы в ПТ-РН добавили, все, мне прислали API-ключ и после этого я ставлю плагин Publish to Apple News он называется. Туда с бэкдором естественно. Возможно, да. От индуса какого-нибудь. Туда сую API-ключ там API-ченел API-секрет. Ну и все, выбираешь все посты такого-то типа так-то, так-то показывать туда-сюда. Можно даже монетизировать. Если у вас есть именно Apple Developer аккаунт, то вы можете подключиться к партнерке и все будет хорошо у вас. И зарабатывать деньги. Но я даже не знаю до сих пор стоит она того или нет. Я говорю, когда получу какую-то статистику я вам типа поделюсь. Вот это он нам говорит в 16 марта. 5 дней назад. И последняя новость. WordPress добавляет в 4,5 версии поддержку Twitter Moments. И здесь я тебя хотел спросить, что такое Twitter Moments. Хорошо, я сейчас прям загуглю. Ты вот что уже нашел? Я гуглил и нашел. Я сейчас покажу, что я нашел. Но вот смотри, как это выглядит. The Obama's wedding anniversary. Годовщина обамовской свадьбы. 23 года им исполнилось. Как пари. И здесь несколько твитов сведены в один Twitter Moment, так скажем. Так, прикольно, даже гифки. Вот, да. То есть там прям именно твиты встроены, они грядом, можно их залайкать, там туда-сюда. И тут внизу есть кнопка See the rest of this moment on Twitter. Я ее жму, мне открывается нормально. Twitter.com slash i slash moments slash id slash Obama. Да, практически. И там еще больше их. Окей, да, хорошо. Там несколько твитов, так скажем, в одну коллекцию связаны. И это мне напоминает Unsplash Collections, то есть ты несколько инстансов объединяешь в одну, так скажем, группу. Так. Можно поделиться, можно там залайкать и все. И мне говорят, я такой гуглю, что же это такое? У них есть на about.twitter.com slash ru slash moments инфа, типа все можно в Twitter прям посмотреть. Available in the App Store. И причем ссылка ведет просто на Twitter. Казалось бы. Где там moments? Может у нас в России еще не доступно? Напишите в комментариях, может быть вам доступно. Странно, но прикольно. Самое смешное внизу. Check out what's happening now. Explore. Я жму. Там ссылка просто twitter.com slash i slash moments. И там у меня открывается 404. Отлично. Почему? Я не знаю. Может быть надо будет через Тор потом попробовать, через какой-нибудь другой страны. Сейчас что-то еще и очень долго открывается. Может сейчас откроется? Нет, вопросик, все, something went wrong. К сожалению, сейчас я просто не помню на память, очень долго грусть. Sorry, page doesn't exist. К сожалению, такой страницы нет. Как, что, непонятно. Пишите в комментариях, повторюсь, мне сильно интересно, что за Twitter moments, что с ними можно делать, но вот нельзя. Кстати, это была не последняя новость, последняя теперь. Новые иконки grid icons от automatic. Ну-ка. Все мы помним, что есть набор dash icons. Dash icons это wordpress орговский набор. Потом есть еще, сейчас вспомню, как он называется. Блин, не могу вспомнить. Generic icons, вот точно. Это от automatic. И теперь появился еще grid icons, который используется в Calypso. Там векторные иконки, не иконочный шрифт, а именно векторные иконки, сделанные с помощью SVG, их более 140 в данный момент. Их можно слить с гитхаба. И на гитхабе есть именно по отдельности все SVG, а есть общий спрайт, который можно подключать и использовать. Ура. Все, переходим в раздел научпоп. у нас есть несколько минут на него. Да, в принципе научпоп раздел, который экспериментальность, я напоминаю, но вы как бы уже можете расслабиться и сесть на такие кресла и мягенькие, возможно, как в самолетах, я не знаю, мы сейчас полетим в научпоп. И первая тема, которую мы так хотим давно уже рассказать, уже наверное выпуска 3. Да, третий выпуск сегодня. Прощание с филе. Статья длинная на гиттаймс.ру рассказывает о том, как вот этот филе, это небольшой такой как бы спутничек, можно так назвать. Космический аппарат. Космический, да, космический аппарат, который вылетел к поверхности кометы 67R Чурюмова-Герасименко и как бы хотел его исследовать поверхность. В 2004 году вылетел. в 2004 году, не, в 2004 году на такой хренотени межпланетной станции Розетта они полетели к этой комете 67R и летели 10 лет. Я так понимаю, комета тоже на месте не стояла, они как-то просчитали, чтобы он перехватил. Да, с 2004 года 10 лет летели в 2014 то есть люди, возможно, которые работали в НАСА или где-то кто следил за Розеттой, они, возможно, уже все уволились на хрен. 10 лет прошло, ну реально, то есть одни запустили и другие приняли. Ну может быть, но у них хотя бы документация сохранилась какая-нибудь. Ну наверное, вот, летели 10 лет и после этого когда летели, нужно было комете выпустить собственно этого филе, филю, как здесь пишут, чтобы он сел спокойненько и исследовал уже почву там, воздух и вообще в принципе температуру, то есть все, что происходит в окружающую среду. Окей, подлетели вроде, да, но все было плохо. Они начали собственно послали филю, филе, так, и филе, я вот даже позволю себе зачитать, как он там садился, это было смешно. Сила притяжения 4-х километрового куска льда и пыли невысока, это про саму комету. Поэтому филе был оборудован несколькими инструментами, которые должны были удержать его на поверхности. В нескольких метрах от кометы аппарат должен был выстрелить специальные гарпуны, чтобы закрепиться в реголите, то есть, видимо, почве в этой. Выстрела не произошло, то есть, хрень не сработала. Коснувшись поверхности, филе должен был включить ракетные двигатели, которые должны были дуть вверх и прижимать аппарат к комете. Двигатели не сработали. И во время работы двигателя модуль должен был винтить в поверхность буры на своих ногах, чтобы надежно закрепиться на поверхности. Но без гарпунов и двигателей его ждала драматическая судьба, в которой буры были бесполезны. Несмотря на аппаратные проблемы, филе повезло, что рыхлый грунт поглотил часть кинетической энергии. И аппарат... Короче, его хренануло об землю на комете. Хренеть. Да. И его как бы не то чтобы отбросил, то есть, все хорошо, вроде он немножко так самортизировал. И он отскочил четыре раза, но зонт отскочил, пролетел несколько сот метров и остановился только после четвертого прыжка. Четыре раза хренануло в комет. И как бы чуваки практически у них, я думаю, с замиранием сердца они это смотрели. И, естественно, место посадки отличалось от запланированного. То есть, так он отскочил, что хреново, и он попал в трещину. Там, где-то в этой. И как бы в трещине, сам понимаешь, там ни хрена, ни солнце, ничего, ничего не ловит. И из розетты были проблемы достучаться до филе. И вот они... А, в смысле, она-то где-то вокруг кометы сама станция была. Она летает. И коннект пропал. Да, она пингует его, короче, и он не пингуется. Но это будет дальше об этом. И вот пишут, что у ученых оставалось около двух-трех суток, чтобы реализовать весь научный потенциал потенциал филе. Почему? Потому что как бы темное место, батареи от солнца работают, ни хрена не работает, собственно. Задействуют все исследовательские приборы и инструменты, пока не исчерпается запас аккумуляторных батарей. То есть на аккумуляторах работал филе. По словам ученых, за 64 часа работы они 80% научную программу зонда выполнили. Сразу хреначили вообще без передыху. Крисы не жрали, не спали. Филе сумел проверить твердость поверхности, замерить температуру, там, ну все, в общем. Каз, кометы, бла-бла-бла, из чего состоится. Знаешь, чем замерил температуру? Ну-ка. Пенетрометром. Хорошо. Ну вот. На самом деле, здесь не так интересно, из чего со стыдкой методом. из всякой хрени, твердый лед из газа, так погодные дела, сами понимаете, да. Вот. Дальше просто было интересно, что происходило. По истечении 64 часов, то есть вот у него аккумуляторы сдохли, филе уснул. То есть ушел в режим гибернации, как вот ноутбук вы закрываете, вот в такой режим он ушел, в котором он пребывал и во время полета. То есть он как бы летел овощем, грубо говоря, до туда. Поначалу ученые давали весьма оптимистичные прогнозы по его пробуждению. Сначала через неделю, потом через две, потом через два месяца, но аппарат молчал. Комета приближалась к Солнцу, поэтому ожидалось, что батареи филе будут получать больше энергии, и это позволит подзарядить аккумулятор и вернуться к работе. Ну да, я как бы забегая вперед, скажу, что да, немножко подзарядился он там. Там плюс еще из того, что комета состоит из замороженной хренотени, она начала испаряться около Солнца. То есть начались пары, как бы это все мешало передаче от розетты к филе, но как бы, почему бы и нет. Тут просто еще я не могу. Комета приближалась к Солнцу, поэтому ожидалось, что батареи будут получать, позволят за комет... Да. Блин, нахрен, не то. По предварительной, если бы посадка удалась на равнину, то к марту 15-го года палящие лучи привели бы к перегреву и выходу из строя аппарата. На день трещины берегла аппарат, хотя и не давала ему возможности вернуться к работе. То есть вроде все хорошо, но все хренло. Аппарат Шрёдингера. Да, да, да. Так вот, в июне 2015-го года Розетта принялась передавать сигналы на комету, ожидая получить ответ от Филе. Предыдущие попытки в марте закончились неудачей, поэтому 11-12 июня пришлось собрать инженерную группу и обсудить перспективность новых попыток выйти на связь. И через день Филе ответил. Он видимо почувствовал, что его кинуть хотят. Он ответил, короче, и они начали обмениться с Розеттой, я так понимаю, вообще, в принципе, инфой. Он сначала там на минуту, вот на 78 секунд, потом сеанс на 4 минуты, на 3, на 19 минут, ну, примерно как в брачную ночь. Вот, так вот, и, короче, он, в общем, отменивались данными с Розеттой, то есть они там все сняли, все показания. Мне очень, знаешь, что нравится? Так. Что на самом Филе весь отсчет идет в Comet Day. То есть вот есть вот, как бы, Linux Day, да? Ну, да, да, да. Да, Linux Time, да, некий. А у них Comet Day, который как бы не 24 часа в сутки, как у нас, а 12 с половиной часов. Это прикольно. Ух ты. То есть, как бы, ты рассчитываешь, сколько там дней с помощью Comet Day. Ну вот, короче, здесь есть некоторые данные, то есть было написано, что здесь, да, и температура повышалась, все ближе, ближе к солнцу, и все хреново становится. Так вот, короче, надежда потом оборвалась, оборвалась у них в какой-то момент, потому что в июне Розетта провела несколько сеансов связи Филе с расстоянием 180-200 километров, но ей так и не удалось найти оптимальный режим и траекторию для стабильного контакта. В июле комета еще ближе подлетела к солнцу, и Розетта была вынуждена держаться подальше от ядра, чтобы пыль не забила оптику. Короче, они, в общем, очковали близко приближаться, и так и очковали, очковали, очковали. Короче... Картинка красивая. Да, здесь дальше, в общем, очень крутые картинки, все в черно-белых таких тонах, как бы типа космос, вообще все-все круто. Вот. И, в общем, из-за того, что у Розетты была своя научная программа, 25 июля ей предстояло перебраться в другую траекторию для изучения противоположного полушария кометы. То есть они сами тоже что-то изучали, поэтому Филе они практически кинули. А, понятно. Да, и сам Филе, видимо, вместе с кометой уже упер вообще по другой траектории, то есть вот здесь вот, в принципе, нарисовано, как это происходит. Вот. В общем, в общем, в принципе, можно подводить итог, что к концу 2015 года температурные условия в трещине, где застрял аппарат, уже несовместимы с его работоспособностью. То есть они уже кинули Филе. Розетта еще пытается спуститься до 10 километров и провести съемку предполагаемого места посадки Филе. Однако надежды на чудесное воскрешение, как уже бывало сейчас, уже практически нет. Поэтому, когда мы увидим Филе на снимках, нам остается сказать только Good Night, Sweet Prince. Классная история. Вообще, статья такая про чувака. В принципе, про это можно написать песню. Я думаю, любая постпанк-группа должна взять Филе, чтобы называлась. Да, или Goodbye, или Good Night, или Good Night, Sweet Prince. Да, да, и там будет про Филе, да. Это классно. Особенно вот эти фотографии прям мне напоминают обложку альбома Joy Division Unknown Pleasures. Там, правда, горный массив такой был. И фильмы Кубрика, естественно, тоже. Ну, кстати, там это точно? А, ну да, там горный массив. Там горный массив стабудового, не-не-не. Ну вот, и последняя статья, как бы крайняя, в научпопе. Race, Anchorage, Гонолулу задержали на 25 минут, чтобы порадовать умброфилов на борту. Сколько бы мы про них не шутили, а умброфилы. В общем, прикольная хрень, я на самом деле вот первый раз про таких чуваков узнал, чем только, блин, не занимаются. Так вот, среди множества разновидностей гиков есть один редкий вид Eclipse Geeky. Ну, Eclipse Geeks. Еще одно их самоназвание умброфилы. А, то есть, это они еще. Они сами. То есть, я вообще не Eclipse Geek, я умброфил. Не надо мне. Я вот, как сейчас помню, что в Обливионе был очень имбовый меч Умбро назывался. Черный такой, из Эбонита сделанный. Его можно было получить почти в самом начале игры, и он очень крутой был. Ну, то есть, оно же не Eclipse, Eclipse в другой какой-то игре был меч. Ну, там вот умбро был. Так вот, латинское название умбро обозначает тень. Ну, он черный был. Да, означение греческого слова фило все понимают, да? Так вот, но этим товарищам абы какая тень не подходит, если они как бы их не возбуждают уже тень от машины, допустим, да? Они предпочитают исключительно тень от луны, попадающую на землю во время полного солнечного затмения. Вот это реальная тема. Так вот, и эти ребята, они путешествуют по всему миру в погоне за полными солнечными затмениями, стараясь не пропустить ни одного, прикинь, то есть, они бабки еще тратят. Но, слава богу, здесь чуваки, они как бы все-таки не самые далекие люди от затмения. Я думаю, они еще и фотографы, то есть, они не только тратят, но и зарабатывают. но чувак Джо Рао, я так понимаю, кроме того, что он просто возбуждается от затмения, он еще и чувак, который ведет прогноз погоды на News 12. Так. Так вот, практически сразу после успешной поездки на прошлогоднее затмение, затмение, а он не пропускает, как мы понимаем, 20 марта, он начал готовиться к следующему, которое должно было состояться уже с 9 марта. Затмение начиналось над Индийским океаном, затем лунная тень должна была пересечь Индонезию, несколько мелких островов в микронезии, правильно? А на анонезии, есть ли здесь? И уйти на северо-восток дальше в Тихий океан. На островах в это время года сезон дождей, то есть чуваки еще рисковали. Риск проехать полмира и увидеть лишь тучи был велик. То есть чуваки там романтики. Так вот, Джо решил проанализировать маршруты, то есть он прям реально сел, посмотрел, чё кого, авиарейсы, как лететь, обнаружил, что рейс 870 авиакомпаний Alaska Airlines Анкорич Гонолулу мог пролететь через пятно лунной тени, если бы задержался на 25 минут. То есть он как бы, им же они не могут же редактировать, как бы, просто так сказать, чуваки, чуваки. Вот. А он видит, что прикольный, рейс крутой. То есть их уже, опять же, не возбуждает смотреть с земли на это все дерьмо. Ну там на фотографии, конечно, вкусные чуваки такие просто дядьки. Короче, на фотографии, да, там реально чуваки такие, ну, американские. Особенно вот чувак, который расставил ноги. Да, да, он что-то какой-то решительный. Вот. Ну вот, тут подробно расписывается, кто из них, какой умброфил. Вот чувак с фотоаппаратом такой-то крутой чувак, короче. Причем у них у всех еще билеты у окна по правому борту. Конечно, конечно. И у них, если приблизить фотографию, если ее можно увеличить, нажав, там написано, что на футболке написано Where will you be on August? Там такой-то, такой-то, короче, где вы будете в следующее затмение. в следующее затмение. В общем, чуваки, короче, получают удовольствие от затмений. И вот, они пишут, что в итоге 8 марта в аэропорту города Анкори, штата Аляска, собралась дюжина умброфилов. Из-за линии переменной даты затмение началось 9 марта для азиатов и закончилось 8 для американцев. Я не, вот же, где это? Это я потерялся. До фотографии? Да, до фотографии. Да, да, да. И у всех были билеты у окна по правому борту на рейс до Гонолулу, штат Гавайи. Они все купили как надо заранее, все на фотографии, там разбирается, кто из них умброфилд. У них, смотри, есть счастливый флаг там как раз затмение на флаге. Да, мне нравится, что они прям затмение такое, да, то есть все нормально. Ну, блин, чуваки, я не могу. Дальше, короче, есть фотография собственно вот этого самолета, который Аляска Airlines, который летает. Здесь крутая такая, блин, как же он называется, как эта рыба называется? Салман, да? Это же этот, как его? Тунец? Не тунец? Салман. А, лосось. Да, то есть это лосось, уже не знаете хрена слова. Короче, в общем, стопудовый этот лосось, по-моему, да? Он такой, на весь самолет, блин, круто сделан. Аэрография практически. План полета был скорректирован с учетом предстоящего перехвата затмения. А иллюминаторы по правому борту были чисто вымыты, понимаешь? Ты смотри, то есть там им потакают? Им все-таки потакают. А возможно, там, знаешь, это, чуваки задержали. Да сейчас, 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 он уже надевает трусы. Или пилот тоже умброфил. Возможно, пилот тоже умброфил. Полторы сотни человек, летевших тем же рейсом в Гонолулу, дальше даже не догадывались, какое шоу им предстоит и в чем причина задержки вылета. Дэн Макглон, второй слева на групповом фото, собиравшийся смотреть на затмение в 12-й раз. Это как раз расставившие ноги. Да. Да. Захватил с собой две сотни очков со светофильтрами и раздал всем пассажирам. То есть он шоу для всех устроил, реально. Я вот хотел пошутить про то, что, как бы, у чуваков наверняка профессиональные вот эти вот осколки от бутылок должны были, да. Или эти негативные эти пленки. Да, да. Но у них такие очки типа 3D, кто слушает. Там внутри, возможно, осколки. Там внутри, конечно же, да, чебурашки от Балтии. Все нормально. Так вот, он раздал, чтобы все посмотрели на шоу, так-то там, прониклись. Возможно, кто-то из них новым брофил стал. А им надо как-то заражать всех не половым путем, а очковым путем. Потому что они не размножаются. Да. Перехват затмения должен был состояться в 1100 километрах к северу от Гонолулу. То есть, вот, в принципе, я думаю, достаточно такой. Ну, тут линия, ты посмотри. То есть, им надо было пролететь в каком-то месте, и вот где они пролетают, там будет видно. Нет, да просто мне вот подумай, кто летает Анкоиш-Гонолулу? Ну, собственно, старик ездили. Ну, в Нагавайях все отдыхают. Все американцы, в том числе и аляскинцы. Поэтому, почему бы и нет. За несколько минут до начала полной фазы в салоне самолета стало плавно темнеть. Там, по мере угасания убывающего солнечного серпа, совсем как перед открытием занавеса в театре. И тут фотография, как чувак снимает, собственно, на фотик, прям, затмение. Дальше, опять же, фотки, расчет был точен, самолет оказался в нужное время в правильном месте. Ну, на 25 минут задержали чуваку. Да. Дальше есть видео, в котором... Есть даже на видосе, на ютюбе. Да, есть на ютюбе видос, короче, где, типа, там написано, что американцы орут, там, видимо, они очень эмоциональны, там возбуждение есть. Ну, не будем сейчас включать, посмотрите, там интересно. Да, там круто. Вот. Впечатление от затмения с большой высоты существенно отличается от того, что вы будете. Ты понимаешь, то есть там ощущения другие. Да, 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 обновляют ощущения, да. На видео хорошо видно, как огромное пятно лунной тени приближается с запада на перерез самолета, то есть там на них летело практически. Самолет в это время летел на юг на высоте 10700 метров со скоростью 805 км в час. Размер пятна составлял там 107, ну, короче, в общем, охренеть. И есть, опять же, красивые фотографии этого затмения. Да. Пассажиры рейса 870 стали последними зрителями этого солнечного затмения. Конец конуса лунной тени пробежал еще около 1000 км скользнул в космос. Видимо, это к филе туда, не дойдя до американского побережья. Ну вот, короче, вот такая вот история. Тут что-то, кстати, я хотел зачитать. Лунная тень пробежит по всем... 21 августа 2017, вот когда они хотят, типа, где ты будешь 21 августа 2017? Великое американское затмение. Лунная тень пробежит по всей материковой части США. От западного побережья к восточному. From west to east, from coast to coast. Конечно, в этот раз грандиозное небесное шоу соберет куда большее число зрителей. Ну, видимо, потому что они приманили там некогда. Да, они там покусали парочку еще. Там те, так далее, за год разойдется. Ну вот так вот, в принципе, все. Блин, классно. Мне прям как это, отдохнул после этой статьи, как будто и не писал подкаст. У нас, кстати, тут есть обойка даже, Никита, для наших зрителей. Да, ну вот мы обычно обойку всегда приплетаем к подкасту. Здесь какая-то обойка более такая жизненная. То есть, как бы, у тебя есть вот небольшое, такое правильный, такой прямой путь, да, по которому ты идешь. Он не очень широкий, то есть, это перила, я так понимаю, этого деревянного моста. Да, 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 я так думаю. Да, и оно как бы ведет тебя к горам, туда дальше. Знаешь, как я думал? Я думал, что перила, это и есть наш подкаст. Это... Это... А где слушатели? Вон тот чувак. Вон не слушатели. Это буек вон тот, за который... Не надо заплачивать. Я не это имел. Хочу в руку. Ни другое кое-что, да. Нет, я имел в виду, что этот наш подкаст, он как трамплин вот в это вот море новостей. Да, как трамплин. Короче говоря, вот вы слушаете научпоп наш или какие-то другие новости, и они вас вдохновляют самим уже искать новости и нам их потом предлагать. Если вас не пишите в комментариях. Так вот, и вы вот с этого мостика прям прыгаете рыбкой вот в бескрайнее пространство вообще вот жизни. Вообще можно жизнью еще жить помимо наших подкастов. Ну, кстати, да. К чему мы, собственно, вас и призываем. Подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, ВКонтакте, ВТвиттере, ВФейсбуке, ВИнстаграме, в Гугл Плюсе. Пишите нам отзывы и ставьте звездочки в iTunes. На YouTube ставьте лайки и расшаривайте обязательно видос. А с вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Увидимся через неделю. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok